Так, коллеги, в прошлый раз мы с вами закончили на том, что поговорили про итоги Второй мировой войны на Дальнем Востоке, а теперь возвращаемся, собственно, к истории Китая. 14 августа 1945 года, то есть еще до кончания войны, был подписан договор о дружбе и союзе СССР Китайской Республики между Сталином и Ченкайши. И Ченкайши, надо сказать, очень много выступил Сталину, практически все, что было запрошено, было обещано признание Монгольской Народной Республики независимым государством, все это время Китай ее таковым не признавал, и, соответственно, вскоре после войны был проведен плебисцит, в котором, естественно, большинство населения Монголии высказало за независимость, и в дальнейшем начался процесс признания Монголии уже мировым сообществом. Также были признаны особые права России в Советского Союза в Синьцзяне, и Советскому Союзу был передан Порт-Артур, как вы помните, Сталин в этих своих договорах послевоенных очень ярче всего, пожалуй, заметен, как такой русский империалист, потому что он везде старался вернуть то, что имела Российская империя, даже если не очень понятно, зачем это было нужно. Очевидно, в это время Сталин всерьез размышлял, стоит ли ему дальше поддерживать Мао Цзэдуна, или ему удобнее иметь под рукой вот такого вполне послушного и согласного с особой ролью России в Восточной Азии Чингайши, и в это время на фоне этого проходит несколько раундов переговоров между коммунистами и Доминьданом. В августе 1945 года Мао Цзэдун вместе с Джо Уинлайем прибывает в Чунцин для переговоров Чингайши о дальнейшей судьбе Китая, однако переговоры эти ничем не кончились. В декабре 1945 и январе 1946 прошли трехсторонние переговоры Гоминьдан, КПК, Соединенные Штаты Америки, где со стороны КПК также участвовал Джо Уинлай, предполагалось, что может быть создано коалиционное правительство, в котором Джо Уинлай получит пост вице-президента. Однако, в общем, это опять же ничем не кончилось, потому что Мао Цзэдун ни на какие переговоры, в общем-то, не собирался идти, ровно так же не собирался на них идти Чингайши. Более того, активное участие Соединенных Штатов в решении послевоенной судьбы Китая во многом заставило Сталина все-таки думать о том, что Мао Цзэдун со счетов пока списывать рано. Главной базой коммунистов в это время становится Манчжурия, которая была оккупирована Красной Армией, и уже с сентября 1945 года по инициативе Джуде в Манчжурии начинают перебрасываться небольшими группами. Бойцы Красной Армии из особого района в Шенси и вообще других территорий, которые контролировала коммунистическая партия, они переправляются сюда без оружия, чтобы предотвратить всякие неприятности. И действительно это нужно, потому что своих сторонников КПК, и, впрочем, и сторонников Гоминьдана на северо-востоке почти нет. Японцы и японские манчжурские власти зачистили их довольно основательно. К ноябрю 1945 года в Манчжурии перешли порядка 100 тысяч бойцов 8-й и 4-й коммунистической армии, и поначалу им приходится довольно трудно, потому что первые месяцы советским командирам строго-настрого было приказано не только не выдавать оружие коммунистическим партизанам, но и не подпускать их к местам дислокации войск, к складам оружия, которые остались со времен японцев. Советская армия находилась в Манчжуре до мая 1946 года, и к концу этого пребывания Мао Цзюдум все-таки сумел убедить Сталина, что у КПК есть шансы на победу, и, соответственно, Сталин получит не раздробленный Китай, который все-таки придется им поддерживать одну из сторон конфликта, а общий монолитный коммунистический Китай. К тому же, как я уже говорил, Сталина очень напрягала дружба чанкайши с США, которые в это время активно участвуют в подготовке новых кадров национальной революционной армии комендана, и присылают большое количество советников как по военным, так и по гражданским вопросам. Соответственно, освобождая территории, советская сторона помогла китайским коммунистам организовать, обучить и вооружить новую Красную Армию, во многом на это пошло японское тарафейное оружие, но и советское тоже. В апреле 1946 года, перед уходом советских войск, именно представителям КПК было передано управление Харбином. К этому времени Харбин был 700-тысячным городом и стал крупнейшим городом Китая под контролем коммунистов и главной базой начинавшейся гражданской войны. Советская оккупация стала практически даже не началом конца, можно сказать, концом конца Харбинской диаспоры. Одни были арестованы и вывезены в СССР, другие получили советское гражданство и вернулись добровольных, тоже в основном ждал в лучшем случае арест или ссылка. Те, кто могли, уехали в США, Австралию и страны Западной Европы. К 1964 году в Харбине осталось 450 русских, а к 1988 всего 30. Вот от этой многотысячной, многодесятитысячной огромной диаспоры, у которой были свои университеты, киностудии, газеты и так далее. Соответственно, весной 1946, когда Национальная революционная армия начала входить в Манчжурию, чтобы занять эту территорию, освобождавшуюся советскими войсками, то вместо ничего она с некоторой неожиданностью встретила подготовленные коммунистические отряды, которые вступили с ней в схватку. Однако, все-таки Национальная революционная армия была лучше подготовлена, имела больший боевой опыт и, естественно, в Манчжурию были отправлены самые лучшие части. В итоге, к июню 1946 силы КПК были разгромлены, они оставили почти все города, удержавшись только на самом севере Манчжурии, в том числе в Харбине, и перешли к партизанской борьбе в основном в сельской местности, что для них, в общем, было довольно привычно. Но разгром был неожиданностью для Сталина и Мао Цзудуна, которые полагали, что такового не произойдет. В марте 1947 года силам Гоминьдана удалось занять Янань, почти 15 лет, мы сами помним, бывшей столицей коммунистов Китая. И, конечно, хотя на самом деле в это время там уже оставалось не так уж много войск, потому что все основные были переброшены в Манчжурию, тем не менее, символически это было, конечно, очень важное достижение. Естественно, Ченкайши воспринял это как победу. В ноябре 1946 года он прекратил переговоры с КПК. В декабре 1946 национальное собрание в Нанкине принял новую конституцию страны. В апреле 1948 Ченкайши был избран президентом Китая, вступил в должность 20 мая. Это было, в общем, практически декларировано как конец периода военной опеки, который, помните, начался еще в 1928 году, потом началась война. Соответственно, Гоминьдан отказывался от военного управления и были проведены выборы национальной ассамблеи, которая была президентом, была введена новая конституция. То есть начинался мирный период, демократический, который должен был сделать Китай ничуть не хуже, чем развитые демократические государства. Ну, другой вопрос, получилось бы или не получилось бы, но, тем не менее, он начался. При этом, на самом деле, все было совсем не так гладко, особенно на местах, особенно на севере. Дело в том, что у администрации Гоминьдана было сразу несколько проблем. Во-первых, она была практически полностью укомплектована военным, которые к тому времени практически всю свою жизнь нанимались только тем, что воевали, и управлять в условиях мирного времени не умели и, в общем, не очень стремились. Во-вторых, они были южанами, и на севере им приходилось нелегко, они довольно, ведь им было тяжело и лингвистически, и, так сказать, мировоззренчески. В частности, есть очень много воспоминаний о том, как представители, как гоминдановские чиновники свысока глядели на своих северо-китайских подчиненных, особенно в Манчжуре, и, значит, рассказывали им про то, как вот пока мы там, понимаете, сражались с японцами, вы тут, значит, ничего не делали, а приняли их власть, и поэтому вы еще непонятно, может быть, насколько вы лучше японцев, но то, что вы хуже нормального китайца, это всем очевидно. И было это довольно-таки повсеместно. К тому же, эти вчерашние офицеры, в общем, в своем значительном количестве были довольно здорово коррумпированы, это тоже было последствием войны, когда, в общем, жизнь была нестабильна, поэтому на новом месте, вместо того, чтобы налаживать нормальную мирную администрацию и взаимопонимание с подчиненными, в основном они занимались самообогащением. Соответственно, буквально через несколько месяцев в городах, которых вначале гомендановские войска встречали как долгожданных освободителей, началось некоторое брожение недовольства по поводу новой администрации, что, конечно, было на руку коммунистам, которые продолжали удерживать опорные пункты в сельской местности. В итоге они снова начали увеличивать свою армию и осенью 1948 года, буквально через несколько месяцев после того, как Чан Кайши вступил в должность президента и знаменовал этим новую эпоху в истории Китайской Республики, началось наступление коммунистов в Манчжуре. В это время в так называемой объединенной демократической армии было аж 600 тысяч человек. В этот раз удача была на их стороне, они быстро разгромили что-то более 50 дивизий Чан Кайши, еще 26 дивизий, в том числе обученных американскими инструкторами, перешло на сторону КПК. В январе 1949 года коммунисты заняли Пекин и Тяньцзинь, и из-за этого 21 января 1949 же Чан Кайши подал восставку с поста президента, пробыв на этом посту менее года. К весне 1949 вооруженные силы Компартии освободили от гомендановцев весь Китай, севернее Янзы и восточной провинции Ганьсу. 1 апреля 1949 начались переговоры между делегацией КПК во главе с Джоуэн Лаем и гомендановской делегацией. Гомендан был поставлен ультиматум, на который ответа не было получено. В итоге 15 апреля переговоры завершились ничем, и 23 апреля войска КПК вошли в Нанкин. Чан Кайши пытался организовать сопротивление на базе Гуанчжоу, но вскоре стало понятно, что это невозможно. В итоге 10 декабря 1949 года Чан Кайши самолетом покинул последний город в материковом Китае, который контролировался гоменданом. Это был Чэнду в Сычуане и вылетел на Тайвань, который в 1945 году был передан Японии китайским властям. И надо сказать, хотя вроде все складывалось хорошо, Чан Кайши как-то почти сразу начал готовить Тайвань в качестве такой последней базы. Туда вывозились музейные ценности, всякие архивы, и поэтому бегство на Тайвань было довольно непаническим. И довольно много чего успело сюда вывести, как материальных ценностей, так и культурных ценностей, в том числе желающих людей. Но про Тайвань мы с вами поговорим, я надеюсь, потом. В марте 1950 года уже на Тайване Чан Кайши вновь принял пост президента Китайской республики, но эта республика уже контролировала только остров Тайвань и несколько окружающих островов. Отдельные гомендановские группировки сопротивлялись на материке еще несколько месяцев. В начале 1950 года коммунистическая армия высадилась на Хайнане, и в общем, примерно тогда же последние гомендановские отряды были уничтожены. Последним оплотом, так сказать, по самым последними и верными частями гомендана были части под командой генерала Ли Ми, которые воевали в Юньнане. В конце 1949-го, в начале 1950-го они начали под ударами коммунистических войск переходить берманскую границу, что, в общем, успешно удалось. Вначале группировка была невелика, но вскоре за счет беженцев из Юньнани и мобилизации мешанных жителей силы Ли Ми стали быстро расти, и он назвал свою армию Юньнаньской антикоммунистической армией национального спасения. В мае 1951 года ему с немалой поддержкой Соединенных Штатов и Тайваню удалось собрать 20-тысячную армию и вторгнуться в Юньнань, но вторжение это было неудачно, поскольку стоящие на границе войска коммунистов были значительно сильнее. Похожие попытки предпринимались им летом 1951-1952 с тем же успехом, после чего Ли Ми было принято решение закрепиться в регионе. Его люди полностью вытеснили с севера Бирмы бирманские власти, организовали своего рода военное государство с населением около 1 миллиона человек. Основой экономики этого государства было традиционно со времен британского владычества выращивание опиумного мака и производство опиума, который в основном отправлялся в Таиланд. В марте 1952-го бирманское правительство подало официальный протест в ООН и весной 1953-го коммунистовские войска были эвакуированы на Тайвань. 30 марта, мая 1954-го Ли Ми заявил об официальном распуске своей армии, при этом порядка 6 тысяч бойцов, причем неплохо вооруженных, в регионе остались и против их баз операции были предприняты только в 60-61-м совместными усилиями бирманской армии и народно-освободительной армии Китая, то есть КНР. Весной 1961-го года 3500 коммунистовских солдат в результате этих операций были эвакуированы на Тайвань, но тем не менее все равно осталось несколько сотен от 500 до 700, которые отступили из Бирмы в Таиланд и Лаос. В Тайвань эти китайские бойцы выполняли задания правительства по борьбе с местными коммунистическими формированиями, а также продолжали заниматься производственной торговлей опиумом. Практически они играли некоторое время решающую роль в экономике так называемого золотого треугольника, главного региона производства наркотиков в Юго-Восточной Азии. В конце 80-х годов почти всем этим партизанам, кто до этого времени дожил, было дано тайландское гражданство. Здесь, в общем, трудно не увидеть параллель с историей Южной Мин, о которой мы с вами говорили, последний оплот минских лоялистов в борьбе против манжуров. И помните, мы с вами говорили, что там вот это паническое бегство в Бирму, которое в итоге кончилось с катастрофой, оно, в общем, предполагало, наоборот, в начале создания некого государства на территории Бирмы. Вот Лими это во многом удалось, хотя, конечно, конечный результат был тоже неутешительный, но продержались они несколько дольше. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. На следующий день Советский Союз первым признал, КНР заключил с ней договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, который со стороны Советского Союза подписал, скончавшийся пару лет назад, почти в 100 лет, академик, тогда, конечно, еще не академик, а представитель Советского Союза Тихвинский. 14 февраля 1950 года договор о дружбе с СССР был скреплен подписью Мао Цзюдуна и Джо Уинлая в Москве. Так началась история народного коммунистического Китая и, соответственно, его сосуществование с Китаем ненародным и некоммунистическим, и капиталистическим, но про это мы поговорим отдельно. Сейчас мы с вами опять же сделаем некоторые отступления. Прежде чем дальше говорить про китайскую историю, давайте немножечко поговорим про то, что происходило в первую половину XX века в окраинных регионах бывшей Цинской империи, которые мы с вами почти не вспоминали во время предыдущих лекций, когда говорили только о происходящем в Китае. Естественно, после распада империи регионы эти во многом были предоставлены сами себе и каждый из них прошел свой исторический путь, про который нам тоже полезно знать. Начнем мы с вами с Монголии, которую мы оставили в состоянии формальной автономии, согласно Кяхтинскому соглашению 15-го года, но фактической независимости, а точнее протектората под властью Российской империи. Причем во главе государства находился глава буддийской церкви внешней Монголии 8-й Багдо Гаген, но опять же повторюсь, конечно, это был во многом российский протекторат и было понятно, что без поддержки России это государство долго не продержится. Естественно, после 17-го года Россия перестала оказывать поддержку внешней Монголии, что привело к тому, что в 19-м году президент Сюйшичан выпустил указ, согласно которому все соглашения относительно автономии Монголии денонсируются. Она объявляется частью Китая и в Монголии были введены войска генерала Сюйшу Джена, который распустил монгольскую армию и установил там довольно жесткий оккупационный режим. Китайцы удерживались в Монголии почти два года и, надо сказать, сумели довольно здорово настроить против себя население, потому что если цинские власти все-таки даже в последние годы руководствовались неким представлением об особости прав монголов и, соответственно, особенно внешней Монголии, которая предполагалась в возможности сохранить китайского влияния, то, конечно, республиканцы вели себя совершенно иначе. В итоге, когда в начале 21-го года в Халхе появилась так называемая азиатская дивизия генерала Романа Федоровича Унгенштенберга, то она получила довольно заметную поддержку населения, благодаря которой в феврале 21-го года он вошел в столицу внешней Монголии Иххуре, которую часто называют Ургой, по довольно непонятно откуда взявшемуся русскому термину, а сейчас это столица Монгольской республики Улан-Батор. Правление там Унгерна было довольно необычным, он был человеком, который, несмотря на то, что он был азейским бароном, принял буддизм и всерьез говорил о том, что только, так сказать, кочевая, вот эта кочевая монгольская сила способна очистить мир от заразы большевизма. Он восстановил во власти Багдога Гена, получил от него, естественно, неограниченную власть, и вместе с возрождением монгольского государства также отметился довольно безжалостным террором против, прежде всего, русских граждан на территории Монголии, в частности, евреев, которых он считал главными разносчиками революционной заразы и безжалостно уничтожил. Почему он был таким человеком очень средневековым, который очень на своем месте был в тех краях, и очень странно при этом, что на самом деле он был совсем не таковым по происхождению. Причем, конечно, надо отметить, что главной заслугой было изгнание из Монголии китайских войск, и это была вполне удивительная операция, поскольку под командованием Унгерна было многократно меньше войск, чем у Сюшу Джейна, но, тем не менее, факт остается фактом, китайцы бежали с большими потерями, и Монголия была опять предоставлена самой себе. В конце весны 1921 года Унгерн предпринял попытку вторжения на территорию Советской России, которая кончилась неудачей, он попал в плен и вскоре был расстрелян в Новосибирске. Вот это как раз фотография времен процесса. Что касается Монголии, то в июле 1921 года в их хуре вошли части монгольской Красной Армии, в главе с основателем Монгольского коммунистического государства и Монгольской коммунистической партии Сухой Батором. Естественно, вошли они туда вместе и при поддержке с Красной Армией Российской, и здесь повторялась, в общем, в таком немножко новых декорациях, старая история про монгольское государство, которое является при этом протекторатом северного соседа. В 1923 году Сухой Батор скончался, а еще через год умер Багдо Гаген, который провел последние годы в виде такого декоративного монарха. Государство продолжало считаться монархией, но по факту было уверенно шло по пути революционного строительства. После смерти Багдо Гагена в 1924 году было объявлено, что боли он перерождаться не будет, и Монголия была объявлена республикой, которая, естественно, шла по пути, который ему во многом намечал Советский Союз. В 1929-1931 году была проведена коллективизация, которая, впрочем, в начале, по крайней мере, была не слишком жесткой, но иногда принимала формы конфискации и репрессий. Даже в 1931 году был проведен большой показательный процесс против нескольких высокопоставленных лам, которых, значит, обвиняли в попытке заговора. В 1934 году СССР потребовал монгольского руководства широких репрессий против духовенства и уничтожения монастырей. Тогдашний глава государства Генден пытался отказаться, говоря, что это будет слишком тяжело и вряд ли будет хорошо воспринято населением. В итоге в 1936 году Генден был снят со всех постов, а в 1937 году приглашен на отдых на Черное море, где, собственно говоря, арестованы Растрея. С 1939 года во главе Монголии находился маршал Чуйбалсан, который, в общем, такой монгольский Сталин. Он тоже начинал с первых дней монгольской коммунистической партии. Ну, или он назывался Народно-Илиционный, если я правильно помню. Но вначале был таким незаметным человеком по делу производства, но постепенно переиграл всех более ярких конкурентов и пришел во власти. Надо сказать, что даже умер он почти тогда же, когда и Сталин всего на год раньше в Москве во время лечения. Вот, соответственно, при нем и незадолго до него в Монголии были проведены жесточайшие репрессии, в основном против духовенства и бывшего дворянства и прочее. Погибло порядка 5% населения страны. Из 750 монастырей, которые были в 1920 году, осталось 6. И из высоких лам, кажется, уцелет только один делов Хутухта, который в 1931 году бежал в Китай, а затем в 1950 году по приглашению замечательного путешественника и монголиста Увинова Тимора перебрался в Соединенные Штаты, где сыграло очень большую роль не только в формировании буддийской сангхи с Северной Америки, но и в формировании американского монголоведения. Он долгие годы работал в Балтиморском университете, читал там лекции, вообще сделал много всего хорошего. Соответственно, внешняя Монголия во многом шла по пути, который был начат еще до революции, такого российско-советского протектората, но тем не менее для внутренней Монголии она все равно была своего рода светом в окошке, поскольку монголы, внутренней Монголии, находились в гораздо более тяжелом положении с точки зрения ассимиляции китайцами и вообще, так сказать, все новых и новых волн китайских колонистов, и поэтому, конечно, идея о том, что может быть независимое монгольское государство, даже если в нем происходят всякие ужасные вещи, все равно их более чем прельщало. Мы сами видели, что уже в 30-е годы в внутренней Монголии было довольно заметное движение за независимость, еще даже до прихода японских войск Дэван, да, Дымчук Дэнроф, пытался прообъявить независимость внутренней Монголии от Китая. После того, как пришли японцы, как вы помните, было организовано государство Мэнзиан, которое было довольно лояльным союзником Манчжурии и Японской империи, довольно много японцев находилось во власти Манчжурии, поскольку восточно-монгольские земли попали туда, и в основном монголы были довольно лояльны новым властям, хотя многие из них думали в дальнейшем о становлении собственно монгольского государства, и с этой целью как раз очень многие представители элиты шли в манчжурские и мэнзианские школы, поступали в военные училища для того, чтобы потом применить эти знания, когда, так сказать, это пригодится. Еще в 1925 году во Внутренней Монголии была основана Народно-революционная партия Внутренней Монголии, которая была как бы близнецом Народно-революционной партии Внешней Монголии, потом она была распущена японцами, но сразу после крушения японских властей она была возрождена, и на востоке Внутренней Монголии уже в 1945 году было провозглашено создание автономного правительства, в главе которого в основном стали те, кто учился в японских школах и институтах и служил в манчжурской армии. Из них, например, стоит вспомнить Хафунгу, который был одним из самых ярких людей вот этого такого, этой группы, то есть с японским бэкграундом, но с желанием создать независимое монгольское государство. Некоторые, многие из них, я уже сказал, были военными, и, соответственно, у автономного правительства сразу сформировалось несколько кавалерийских дивизий, недостатков офицеров не было, они представляли собой довольно реальные силы. Некоторые понимали, что надежды на независимость нет, и надеялись на объединение этого автономного государства Внутренней Монголии с Монгольской республикой, тем более, что многие внутренние монгольские области были заняты войсками МНР в рамках оккупации после свержения японской власти. Надо сказать, что в Монголии тоже на это надеялись, но вскоре Чайбалсану в Москве было объяснено, что ничего такого не будет, и внутренняя Монголия останется в Китае. Это было в рамках соглашения между Сталином и Чанкайши. Некоторые при этом члены автономного правительства по-прежнему надеялись на получение реальной автономии уже из рук Гоминдана, и возможно, так бы оно и было, но Гоминдан проиграл в войне с коммунистической партией, после чего инициативу перехватили монголы-коммунисты, многие из которых прошли обучение, вот как там прошли обучение в Японии, так эти учились в Янане, в особом районе Китая. Среди них, пожалуй, стоит упомянуть Тумета Улан-Ху, который был из числа очень китаизированных монголов, по-монгольски почти не говорил. Он добился постановления о распуске на Национально-революционной партии внутренней Монголии и стал первым руководителем учрежденного в 1947 году автономного района внутренняя Монголия. Монгольские дивизии влились в состав Народно-освободительной армии Китая и широко использовались в войне с Гоминданом, а затем в Корейской войне, про которую мы, надеюсь, сегодня еще успеем поговорить. Офицеры постепенно отстранялись и репрессировались, и, естественно, надежды на реальную автономию, которую, в частности, видимо, рассчитывал сам Улан-Ху, хотя хотел, чтобы это автономило ромка коммунистического государства, они, в общем, чем дальше, тем больше становились призрачными. Но, опять же, про это мы с вами поговорим немножко потом, потому что это стало ясно не сразу. Теперь поговорим про Синьцзян. Синьцзян уже во второй половине XIX века практически весь оказался в зоне особого экономического и политического влияния Российской империи. В конце XIX-начале XX веков на долю России приходилось порядка 75% внешнеторгового оборота провинции, которая практически не имела собственной промышленности, и, соответственно, крайне нуждалась в любых товарах, которые привезти из Китая было дальше, чем из России. Единственными конкурентами в регионе русских властей были власти британские, но их влияние чувствовалось в основном в юго-западной части, в районе Кашгара, где британский консул обладал не меньшими правами, чем консул российский, и оба они явно превышали по своим полномочиям губернатор и вообще местные власти. Соответственно, Синьцзян был очень крупным и выгодным рынком любой промышленной продукции, поскольку здесь это можно было продавать в много раз дороже, чем в России, чем, соответственно, русские промышленники и купцы и пользовались. В ответ закупали в основном шерсть, потому что больше ничего, кроме шерсти и кож, Синьцзян предложить не мог. В это время, в начале 20 века, Синьцзян становится целью многочисленных международных экспедиций. Дело в том, что еще в 1896 году сюда съездил бывший революционер-народник, а потом сосланный в Сибирь, замечательный человек Дмитрий Клеменс, который одним из первых интересовался не географией и не картографией региона, а его историческими памятниками. Он внезапно обнаружил, что оазисы вокруг Токалмакана просто-таки наполнены руинами буддийских монастырей и городов, которые абсолютно никто не изучает. Более того, они разрушаются и постепенно разоряются местным населением, которое все это дело разбирает, значит, на... прежде всего на удобрения, потому что настенные росписи замечательные, они наносились на стены поверх массы глины, перемешанной с травой, с соломой. Соответственно, вот это все вместе с краской соскребалось и вывозилось на поля, потому что в этом регионе лишних удобрений, в общем, не бывает. Соответственно, именно Клеменс сумел донести информацию об этом до Академии наук, до Сергея Альденбурга, и именно русские донесли эту информацию до мировой общественности в конце 19 века на нескольких международных конгрессах востоковедов, поэтому вскоре был основан специальный международный комитет по изучению Средней и Восточной Азии, в котором главную роль играл комитет российский, то есть именно российский комитет был главным. Тем не менее, как всегда оказывается, финансирование на экспедиции русские ученые получили последними. Первым был Марк Аурл Стейн, француз Поль Пелье. Мы с вами уже видели его работавшим в пещеру Дуньхуана. Как раз Дуньхуанская библиотека была открыта и изучена в рамках этих экспедиций. Немецкие экспедиции Альберта фон Лекока и Альберта Грюнведеля были и японские экспедиции. Все это показало миру, что Синьцзян это не просто забытый богом окраина Китая, но на самом деле абсолютно сокровищница. Человечество Китай во всем этом изучении практически участия не принимал, поскольку был занят, мягко говоря, многими другими более важными делами. На Синьцзян у него не было ни времени, ни ресурсов. Российские экспедиции были в числе поздних. В 1909-1914 года много замечательных сокровищ было привезено. В частности, проскочившаяся чуть выше, замечательная промитхи из Безиклыка в Турфане, вот она, соответственно, содержится в Эрмитаже и может быть там увидено. Их таких есть несколько, некоторые из них в Эрмитаже, некоторые из них были вывезены в Германию и так далее. Соответственно, Синьцзян был одним из самых главных направлений науки того времени. Синьцзян были сделаны, пожалуй, самые главные в истории востоковедения находки, были сделаны именно там, просто благодаря климату, который замечательно все сохраняет. Надо сказать, что Синьцзян довольно долго не был затронут революционными волнениями 2011 года и участвовали в этих брожениях только китайцы. 27 декабря 2011 года планировалось восстание урумчийского гарнизона. Урумчи была как раз ставка губернатора. Однако губернатор Юань де Хуа узнал о заговоре заранее. Многие революционеры были казнены и, соответственно, восстанию не удалось. В ночь с 7 на 8 января 2012 года вспыхнуло восстание гарнизонных частей в Кульдже, которое было подготовлено хубейскими революционерами. А во главе этого восстания встал командир бригады, самый высокопоставленный там офицер, выходец из Юньнани, Ян Цзэнси. 7 мая в Кашгаре, то есть Кульджа это северо-запад, Кашгар это юго-запад, подняли восстание члены тайного общества Галаохой, общества старших братьев. Им удалось убить местного представителя власти и ряд манжурских чиновников. Войска местного гарнизона перешли на их сторону. После чего и в Кульджа, и в Кашгаре были введены российские и британские отряды для того, чтобы охранять консульство и вообще интересы иностранных подданных. Юань де Хуа не сумел подавить восстание и в итоге 22 мая 12 года указом Юань Шикая он был смещен и заменен Ян Цзэнси, который к 13 году все восстания подавил, в том числе восстание своих бывших соратников-революционеров и поставил Синьцзян под свой полный контроль. В этом плане был таким эталонным военным правителем. В 13-14 годах из Кульджи и Кашгар были выведены иностранные отряды и соответственно власть Ян Цзэнси стала полной. Некоторые проблемы доставляли ему земли северо-восточного Синьцзяна, где было значительное монгольское население, вовлеченное в борьбу за независимость, в это время шла во внешней и внутренней Монголии. Однако в итоге Россия не разрешила Багдо Гагену принять синьцзянских монголов под свою власть. И они были предоставлены сами себе. Более того, в 14-м году Ян Цзэнси даже удалось со своими войсками войти в Западную Монголию и отторгнуть Алтайский урб, который после этого был присоединен к Синьцзяну. Что касается отношения к региону Советской России, то вначале она активно поддерживала там бортов за независимость от Китая. Это, собственно, исследовало из логики поддержания национально-освободительных движений во всех империях. Поэтому в 21-м году в Ташкенте произошел съезд делегатов национально-освободительного движения со всего Синьцзяна, где по инициативе Тюркова и Малова было предложено принять общий этноним. Потому что до этого все они делились по Азисам, кто-то назывался Турфанцами, кто-то Кашгарцами, кто-то Куйджинцами. Вот для того, чтобы сплотиться, было принято решение избрать единый этноним. И таковым по предложению Малова стал этноним Уйгуры, который к тому времени был мало того, что плотно забыт в Синьцзяне после 15-го века, когда был ликвидирован, не ликвидирован, а исламизирован Турфан. Более того, до того уйгур в языке западной части региона имел такой почти ругательный термин, поскольку уйгурами называли неверных буддистов. Это был главный конфликт в регионе между 10-м и 15-м годом, противоборство тюрк-мусульман и тюрк-буддистов. Тюрки-буддисты были уйгуры. Соответственно, конечно, наверное, сами бы такой этноним они не выбрали. Между прочим, многие сторонники независимости или автономии, которые не входили в левый коммунистический лагерь, они были против этого этнонима и предлагали использовать термин тюрк, что, конечно, делало их частью пан-тюркистского движения. Ну вот, как видите, сейчас этот этноним уйгур уже прижился и, если предположить, то еще нет 100 лет с того времени, как он на очень небольшом съезде очень маленькой части населения Синьцзяна был принят. В общем, в это даже немножко сложно поверить. Ряд членов Политбюро ВКПБ ставил вопрос о создании Кашгарской и Джунгарской советских республик, естественно, с российским участием. Это, в общем, было такой по пути монгольскому, да, то есть здесь заменить старый протекторат созданием здесь советских государств. Против этого предложения на заседание Политбюро высказывался нарком иностранных дел Чичерин и в итоге члены Политбюро, в том числе и Ленин, приняли решение с ним согласиться и не форсировать там создание советских государств. При этом идея их создания довольно долго еще оставалась на повестке дня, хотя бы в какой-то степени. В частности, в 1922 году на работе 4-го съезда Коминтерна в Петрограде и Москве участвовала уйгурская секция Туркестанской коммунистической партии. То есть, в общем, они по факту были. Впрочем, через некоторое время советское правительство все-таки окончательно осознало опасность прямого вмешательства в ситуацию в очень непредсказуемом и небогатом регионе и предпочло выгоду торговли, которая продолжалась и можно было ее возродить по модели Российской империи, поскольку ничего не изменилось. Только Синьцзян стал еще менее промышленным и еще менее открытым для Китая. Соответственно, рынки Синьцзяна для советской торговли представляли собой огромную выгоду. Эту выгоду было решено предпочесть призрачной выгоде создания там советских государств. Довольно большой проблемой в это время как для синьцзянских властей, так и для советских были белые отряды. Дело в том, что весной 1920 года, после разгрома основных сил Колчака, на территорию Синьцзяна перешли крупные отряды белогвардейской армии под командованием атамана Дутова, командир корпуса колчаковских войск генерала Бакича, это, пожалуй, самый яркий персонаж, черногорец на русской службе Андрей Бакич. Также там были отряды командующего семейнической армией атамана Аненкова и многих-многих других. На китайской территории командование этих войск достаточно быстро восстановило боеспособность частей и стало готовить новые операции против советской России. При этом подразделения белой армии совершенно перестали считаться с китайскими властями провинции, устанавливали там собственные власти и, значит, ни на кого не глядели. Количество людей, перешедших китайскую границу в массе отступающих войск, точно установить довольно трудно, но большинство источников сходится на том, что только в марте 1920 года, только в пограничных округах Синьцзяна осело 25-30 тысяч военнослужащих и членов их семей. Большую роль им оказывали консулы Российской империи, которые оставались на своих местах и, соответственно, обладали определенным весом и финансовыми возможностями для того, чтобы вот этим недавно пришедшим в Синьцзян соотечественникам помогать. Зимой 20-21-го главным командиром белых частей в Синьцзяне оказался генерал Бакич. Отряды Бакича совершали нападение на территорию Советской России, уничтожали гарнизоны небольших селений, вырезали семьи партийных работников советских служащих и ввели к тому подобной партизанской деятельности. При этом, как я уже сказал, Бакич совершенно не считался с местными китайскими властями, разоружал китайских военнослужащих, захватывал населенные пункты и крепости, поставил там свои гарнизоны и все в том духе. В результате 17 мая 21-го года между властями провинции и Советской России был подписан договор, в соответствии с которым на территорию провинции могли быть введены и вводились части Сибфронта и Туркфронта. Естественно, никакие, значит, власти в Пекине и где бы то ни было об этом не ставились в неизвестность. Это было решение чисто Ян Зан Синь, который понимал, что сам с белыми не справится. В мае-июне 21-го года была проведена так называемая Чугучакская операция, которая нанесла белым определенный урон, но оказалась не совсем удачной, поскольку значительной части белых войск под командованием Бакича удалось из окружения вырваться. Они потеряли около тысячи убитыми и полутора тысяч пленными, бросили обозы раненых и семьи, но в Корею лично 5 тысяч солдат и офицеров сумели вырваться и уйти в Алтайский округ, где 2 июля 21-го года войска Бакича захватили крепость Шарасуме, где им были взяты значительные трофеи. Нескоправившись там от поражения, Бакич к середине июля стал фактическим хозяином Алтайского округа и возобновил работу по подготовке своих войск к дальнейшей борьбе. В результате сложившихся обстоятельств китайские власти вынуждены были вновь обратиться к Советской России с просьбой о помощи в окончательном разгроме белых отрядов. В соответствии с новым договором, подписанным 12 сентября 21-го года, части Сибфронта вновь были введены на территорию Алтайского округа Синьцзяна, и к началу октября 21-го года им удалось уничтожить остатки белогвардейских войск. Бакич после разгрома бежал в Монголию, где вскоре был пленен, выдан советским властям и расстрелян в 1922 году в Новосибирске, я думаю, примерно одновременно с Унгерном. 31 мая 1924 года между Китайской Республикой и Советским Союзом было подписано соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом СССР и Китайской Республикой. В частности, в рамках этого договора консульства Российской империи переставали действовать, и их место занимали консульства СССР. Соответственно, в Синьцзяне были открыты консульства в Урумчи, Кашгаре, Кольджей, Чугучайке и на Алтае, а консульства Китая были открыты в Ташкенте, Алмате, Семипалатинске, Зайсане и Андижане. Синьцзянские власти полностью вернули Советскому Союзу консульское и прочее имущество, которое до этого принадлежало Российской империи, и стало действовать уже по новым правилам. В 1928 году Ян Зин Синь признал власть Чингайши, и через несколько дней после этого был убит, а губернатором стал его приближенный Дин Шужэнь, который поощрял переселение в Синьцзян китайцев, поскольку считал только их надежной опорой губернаторской власти, а также без большого уважения относился к традиционному устройству региона и вообще всем не китайцам. В 1930 году скончался Камульский хан, это был вассальный хан еще времен Цин, и вообще последний, видимо, чингисидский правитель в мире, и, соответственно, Дин Шужэнь решил, что это удобный случай, он упразднил это вассальное ханство, включил его в состав Синьцзяна на общих основаниях, а конфискованная у Камульской знати земля, в том числе земля ханского дома, была передана китайским поселенцам. В итоге в апреле 1931 года Камульские уйгуры восстали, китайские поселенцы были перебиты, во главе восстания встала аристократия и купечество, которые исповедовали идеи пан-исламизма и пан-тюркизма, выдвигали лозунг создания независимой исламской республики, в то же время непосредственно командование отрядами повстанцев часто было в руках выходцев из народных низов, например, одним из прославленных командиров был Хаджа Нияз, который до начала восстания состоял на службе у Камульского князя, а повстанцем в районе Аксу руководил некий Тимур, в прошлом бедняк Арбакши, то есть ввозчик воды. А также Незамеддин, выходец из крестьян-бедняков, причем Незамеддин до восстания успел пожить в СССР, учился в Коммунистическом университете Трудящегося Востока, и затем привнув подпольную горской организацию, вернулся по ее заданию в Синьцзян, где включился в революционную работу и вот таким образом проявил себя. В первые недели движения повстанцам удалось добиться некоторых успехов, однако они оказались кратковременными. Уже к лету 1931 года правительственные войска, которые были гораздо лучше вооружены и организованы, стали наносить отрядам Хаджа Нияза тяжелые удары, оттеснили их в горы, и стало понятно, что без серьезной помощи извне восстание обречено на поражение. Тогда руководители восстания решили обратиться к единоверцам в провинции Ганьсу, к китайским мусульманам. Там, надо сказать, ситуация была тоже довольно тяжелая. Эти территории, как мы помним, во времена военных правителей контролировались так называемой мусульманской группой, которая конфликтовала с Фэн Юсяном. После победы Северного похода в 1928 году Фэн Юсян опять получил эти территории под свою власть, и, естественно, это не улучшило ситуацию. Тем более, как мы помним, Фэн Юсян был известен тем, что мобилизовывал практически все мужское население в свою армию, а потом крестил, значит, с помощью пожарных машин. Соответственно, вспыхнуло мусульманское восстание, в котором выдвинулся вот этот замечательный человек, который он увидел на портрете, генерал Маджунгин. В начале восстания ему было всего 18 лет, но он очень быстро стал одним из самых результативных и победоносных мусульманских полководцев. Несмотря на все их усилия, к 1929-30 году восстание в основном Фэн Юсяну удалось подавить, но в этот момент, в 1930 году, Фэн Юсян влез в войну центральной равнины. Помните, мы про нее говорили? Фэн Юсян с Ван Зинвейн пытались скинуть Чанкайши, у них этого не удалось, и, соответственно, в этой ситуации Фэн Юсян оказался непредставительным центральной власти, а наоборот, мятежников, и Маджунгин как раз выступил против него и изъявил свои максимальные уважения и всяческое почтение Чанкайши. Соответственно, Чанкайши позволил ему контролировать территории в Ганьсу, которые были отобраны у Фэн Юсяна, но Маджунгин этого было недостаточно, тем более в Ганьсу было много других представителей клана, которые были готовы управлять, и Маджунгин обратился в Чанкайши с просьбой о передаче ему должности губернатора Синьзяна в качестве благодарности за борьбу с Фэн Юсяном, на что ему было отмечено, что если он сумеет завоевать Синьзяна, то он получит из Нанкина губернаторский патент, но не раньше того. Надо сказать, что Чанкайши в принципе был бы не против действительно этого исхода, потому что Дзинь Шужэнь был губернатором совершенно независимым, формально он признавал власть Нанкина, но только формально, и наоборот постоянно развивал все больше и больше контакта с Москвой, которую, как мы помним, Чанкайши недолюбливал и незадолго до этого, собственно, с ней разорвал отношения, поэтому, конечно, губернатор, который с Москвой дружит, ему было совершенно ни к чему. Соответственно, заручившись поддержкой Чанкайши с одной стороны и приглашением уйгуров, вернее тюрок-мусульман Синьзяна с другой, Маджуньин начал готовиться к походу, и в июне 1931 года его бригада с численностью порядка 700 человек вошла в Синьзян, где Маджуньин стал фактическим вождем всего повстанческого движения. В свою очередь Дзинь Шужэнь сумел найти поддержку руководства Советского Союза, объяснив, насколько им выгодно сохранение его на посту губернатора, и в августе 1931 руководство СССР осуществило подставку крупной партии оружия синьзянского правительства Варумчи. Благодаря этому оружию губернатору удалось нанести несколько поражений Маджуньина, тот был ранен и выехал в Ганьсу, а также благодаря этому оружию было подавлено восстание в Камуле. Благодарность за помощь СССР было позволено открыть торговое представительство в восьми крупных городах Синьзяна. Тем не менее, восстание в Камуле стало сигналом к началу борьбы во всем Синьзяне, причем целью восставших все чаще провозглашалась полная независимость от Китая. В марте 1933 года началось восстание горняков-золотодобытчиков в Хатане, был провозглашен Хатанский Эмират. В июле основано отделение правительства Эмирата в Кашгаре, которое к концу года превратилось в фактически отдельный центр власти. В начале 1933 года Маджуньин, подлечив раны, вновь появился в Синьзяне. Войска Маджуньина, на чью сторону перешли многие части провинциальной армии, одерживали победу за победой, как над силами губернатора, так и над восставшими уйгурами и киргизами. Основой губернаторской армии, практически единственной, на которую губернатор мог положиться, были части сформированные из русских белогвардейцев под командой полковника Попенгута. В апреле 1933 года, когда Урумчи был практически осажден Маджуньином, там произошел военный переворот. Губернатор Дин Шужен был смещен, и к власти в Синьзяне пришел командующий войсками в провинции полковник Шэн Шэцай, который по национальности был манжуром. Переворот этот произошел при помощи белогвардейцев Попенгута, который был назначен командующим объединенными вооруженными силами провинции Синьзян, но, правда, продержался он на этой должности недолго, потому что Шэн Шэцай продолжал политику взаимодействия с Советским Союзом, Попенгут выступал против и отказывался от того, чтобы сотрудничать с советским представителем. В итоге, в декабре 1933 года он был отстранен от своей должности и расстрелян. 20 февраля 1933 года уйгурский комитет за национальную революцию образовал в Хатане временное правительство. Возглавил это правительство выходец из Артуша, теолог Сабит Дамулла, который считался, в общем, таким человеком английского влияния. Командующим вооруженными силами нового правительства стал Мухаммед Амин Бугра. Он и его братья приняли титул эмиров, и их правительство стали немножко иронично называть правительство хатанских эмиров. 12 ноября 1933 года в Кашгаре премьер-министр этого правительства Сабит Дамулла официально поразгласил создание независимой тюрко-исламской республики Восточного Туркестана, также иногда называлась республика Уйгурестан, вот это вот их флаг, вот эта вот территория, которую они контролировали. Президентом созданной республики был заочно избран Хаджа Нияз, была обнародована конституция, основанная на законах шариата. Руководители республики сразу же начали активную работу по организации дипломатического признания своего государства. Естественно, в основном они надеялись на Турцию, а также надеялись на помощь Англии. Естественно, ситуация эта не могла не вызывать беспокойства в Москве. Впрочем, летом 1933 года Шен Ши Цай заключил с Хаджой Ниязом, который, впрочем, был таким зиц-председателем республики, зиц-президентом и даже не часто находился на ее территории, тем не менее, все-таки был президентом. С ним Шен Ши Цай заключил перемирие. Соглашение предусматривало создание на юге провинции национальной автономии тюрков, привлечение в состав правительства людей различных национальностей, а также еще целый ряд демократических преобразований. В ответ Хаджа Нияз обязался сотрудничать с правительством Синьцзяна в восстановлении мира и порядка в провинции, что, естественно, подразумевало совместную борьбу против сил Маджун Йина и кульджинского генерала Джан Пхэй Юаня, который выступал против Шен Ши Цай, и, соответственно, они были двое главные противники Урумчи. Тем не менее, поскольку реальное влияние Хаджа Нияза было невелико, то мир установлен не был. Более того, Восточно-Туркестанская республика расширяла районы под собственным контролем. Тогда Шен Ши Цай счел возможным обратиться к правительству СССР с просьбой оказать помощь в проведении боевых операций против своих противников. Советская сторона ответила на эту просьбу согласием, и в ноябре 1933 года в Синьцзяне появилась диковинная алтайская добровольческая армия, одетая в белогвардейскую форму без знаков отличия. В основном это были части из состава пограничных частей ОГПУ, но формально это была армия, абсолютно появившаяся и неоткуда. Что-то мне это, в общем-то, напоминает. В оперативном подчинении командования этой группировки находились также подразделения, сформированные из бывших белогвардейцев, которым была обещана амнистия советского гражданства в случае удачного завершения операции. Хорошо вооруженные, оснущенные части этой алтайской добровольческой армии, объединившись с формированиями бывших белогвардейцев Шеншица и Таргаутской кавалерии, айратской, нанесли несколько поражений Маджуньину. В результате положение возглавляемых им отрядов стало практически безнадежно, было отрезано от своих баз, прижато противником к советской границе. 10 июля 1934 года Маджуньин с небольшой группой соратников перешел на советскую территорию, был интернирован, после этого следы его теряются, кажется, он погиб где-то в советских лагерях в районе 1939 года. Еще до того, 6 февраля 1934 года, в ходе так называемой битвы за Кашгар, Туркхо-Исламская республика Восточного Туркестана была ликвидирована отрядами китайских мусульман, союзников Маджуньина, многие лидеры погибли, Хаджан Ния сбежал в СССР, где вскоре объявил о распуске военных отрядов республики. Таким образом, Шэн Шэцай почти одновременно сумел избавиться от всех своих проблем с помощью советских войск, избавиться от нелояльных ему китайских мусульман, а с помощью китайских мусульман избавиться от нелояльных ему уйгуров и получить в руки полную власть провинции. В конце апреля 1934 года советские части, вернее, вот эти тайские добровольческие, якобы покинули территорию Синьцзяна, но в распоражении Шэн Шэцая осталось немало предоставленного СССР оружия, советские военные советники подготовлены ими в части. Весной 1937 года на юге Синьцзяна, где определенное влияние сохраняли сторонники независимости и тунгадунганские генералы, верные Нанкину, вспыхнуло новое восстание. Восставшие заняли Кашгар, двинулись в сторону столицы провинции Урумчи. Шэн Шэцай вновь запросил поддержку советских войск, в том числе авиации, она ему была дана, и к октябрю сопротивление было подавлено. Так Шэн Шэцай стал полным хозяином в Синьцзяне, Нанкин был вынужден смириться с его более чем формальной верностью, даже никакой автономии уйгурам, которую он обещал когда-то Хаджиниязу, вводить не удалось. В августе 1938 года Шэн Шэцай вступил в ВКПБ, а также Синьцзян ввел собственную валюту, денежный оборот и стабильность которой обезбечивалась Госбанком СССР. И это удивительно, мы с вами такого еще не видели, чтобы глава провинции был членом партии, правящей в соседнем государстве. Это, в общем, ничем не хуже какой-нибудь прояпонской Манчжурии. После того, как в 1937 году началась полномасштабная война между Японией и Китаем, Китай, как мы помним, оказался в очень тяжелом положении, и Советский Союз решил оказать ему поддержку. При этом готовность Москвы выполнить просьбу Китая и предоставить помощь сдерживалась проблемами логистическими, поскольку непонятно было, как доставлять грузы. Морское побережье Китая было блокировано японским военно-морским флотом, а возможные пути доставки сухопутным транспортом, в частности через Синьцзян, сдерживались отсутствием современных дорог. Поэтому китайское руководство обратило к Советскому Союзу с просьбой о помощи в создании транспортного артерии через Синьцзян, на что было получено согласие. Уже в октябре 1937 года китайские рабочие под руководством советских специалистов начали прокладку почти 3000 километров автомобильной трассы по маршруту Саре-Азе-Курумчи-Ланьчжоу. В середине ноября 1937 года, как видите, да, очень быстро, всего за, не знаю, два месяца, строительство трассы было в основном завершено, по ней началось регулярное движение советских автомобильных колонн, перевозивших военную помощь, но дорога была, конечно, отвратительной, потому что 3000 километров грузовики преодолевали за 19 суток, то есть ее строили быстрее, чем по ней было проехать. Это было довольно удобно для Советского Союза транспортный коридор, потому что часть этой военной помощи можно было оставлять у Мао Цзэдуна, через территории, которые контролировались, в общем, эта помощь проходила, и таким образом помогать и ему тоже, не соник без всякого скандала. По просьбе китайской стороны, советские геологи в 1937-1938 годах произвели на территории Синьцзяна геолого-разведочные работы, направленные на поиск месторождения нефти. В 1938 году было обнаружено большое месторождение в районе города Шихэдзи. В августе 1938 года между Косикомиссариатом нефтяной промышленности СССР и правительством Синьцзяна было подписано соглашение о разработке этого месторождения нефти о строительстве нефтеперерабатывающего завода, для чего было создано смешанное советско-синьцзянское общество «Синьцзяннефть» с равным долевым участием с каждой стороны, ну, как КВЖД примерно. К концу июня 1940 года строительство завода рассчитано на переработку ежегодно 50 тысяч тонн нефти было завершено, он начал работать. 11 августа 1939 года между Наркоматом авиационной промышленности СССР и представителем Китайской Республики было подписано соглашение о строительстве самолета сборочного завода на территории провинции Синьцзяна, 40 километрах от Урумчи, и уже 1 октября 1940 года началась его частичная эксплуатация. К моменту завершения работ 5 июня 1942 года его производительность выросла до 450 самолетов в год. В то же время в различных кругах Синьцзяна продолжалось строительство сотен других объектов, возводимых с помощью иносредств Советского Союза. В августе 1939 года между Советским Союзом и Китайской Республикой было заключено соглашение о приглашении советских инструкторов в Куйджинскую авиационную школу. Поэтому соглашение школы обеспечивалось не только советским преподавательским составом, но и всей необходимой материальной базой. Школа подготовила несколько сотен летчиков, которые, конечно, китайской армии были очень нужны. В июне 1941 года началась Великой Отечественной война, фашистская Германия напала на Советский Союз, и успехи Советского Союза были, откровенно говоря, не слишком впечатляющими. И поэтому чем дальше, тем больше многие в китайском руководстве, как Чанкайши, так и Шэнши Цай, стали размышлять, насколько много шансов Советского Союза вообще удержаться, и в связи с этим, насколько имеет смысл с Советским Союзом дружить. Тем более, естественно, война оказала влияние на объем поставок, который Советский Союз мог в Китай передать, что было вызвано, во-первых, собственным дефицитом, поскольку армии советской нужны были те же, нужны были оружия самой. К тому же, как мы помним, в 1941 году развалился единый фронт между Чанкайши, между Гоминданом и КПК, и, соответственно, это тоже повлияло на поставки оружия Гоминдан. Отношения постепенно ухудшаются, и с начала 1942 года китайское руководство в основном ориентируется на Соединенные Штаты Америки, а сотрудничество с Советским Союзом довольно резко сворачивается. Помните, в 1943 году Джо Уинлай даже был выслан из Чунтина, и прекратились какие бы то ни было контакты, даже между Гоминданом и КПК. В 1942 году окончательно принял решение об изменении своих отношений с Советским Союзом и Шэнши Цай. Он посчитал, что дни Советского Союза сочтены, и, соответственно, 5 октября 1942 года направил Советскому правительству официальную ноту, в которой потребовал в течение трех месяцев отозвать из Синьзяна всех советских преподавателей, советников, медработников и специалистов, также вывезти с территории провинции дислоцированной там части Красной Армии, а месяцем позже последовал указ губернатора, который запрещал населению провинции продавать советским специалистам продукты питания, любого вида товара, посещать советские лечебные заведения и даже просто общаться с советскими гражданами. Учина с 1943 года по приказу Шэнши Цая были преданы смерти нескольких китайских коммунистов, которые находились в Синьзяне и отвечали за поставки советской помощи китайской Красной Армии, в том числе был казнен брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь. Честно сказать, это был довольно тяжелый удар, потому что коммунисты в Синьзяне до этого часто находились на лечении и на отдыхе, это был такой спокойный тыл, который этим спокойным тылом быть перестал. Разрыв Шэнши Цая с СССР совпал с активным проникновением в Синьзян Соединенных Штатов Америки. В апреле 1943 года в Урумчи была открыта Генеральная конституция США. Вслед за этим американцы начали строительство некоторых военных объектов в районе Камулу, Урумчи, Кольджи и Кашгара, то есть заменили здесь Советский Союз. При этом на самом деле американцы были как раз противниками разрыва СССР и Чанкайшистского Китая. Они намекали Чанкайши довольно открыто, что фигура Шэнши Цая в этой ситуации является важным препятствием на пути налаженной советско-китайского сотрудничества, но Чанкайши к их советам не очень прислушивался, поскольку благодаря тому, что Шэнши Цай больше не был советской креатурой, наконец-то Чанкайши после долгих лет начал устанавливать реальный контроль над Синьзяном. В июне 1943 года в провинцию начался ввод подразделений Гаминдановской армии, общая численность которых к концу 1943 года достигла 100 тысяч человек. То есть Синьзян после того, как с 1912 года он был совершенно сам по себе, вот в 1943 году наконец-то попал под реальную власть центрального правительства, пусть и контролировавшую небольшой кусок, собственно, Китая, и фигура Шэнши Цая здесь была не очень большой проблемой, поскольку без опоры на Советский Союз практически собственных ресурсов власти он не имел. Летом 1944 года ситуация на фронтах Второй мировой изменилась, Шэнши Цай понял, что ошибся, написал Сталину покаянное письмо, в котором просил возобновить советскую помощь и предлагал включить Синьзян в состав СССР в качестве союзной республики. Но Сталин даже не стал ему отвечать, а просто переслал письмо Чинкайши. В итоге в сентябре 1944 года Шэнши Цай был отстранен от власти и был вынужден выехать в Китай. Правда, злые языки говорят, что с огромным обозом накопленного добра. Вот эта вот измена Шэнши Цая в 1942 году привела к тому, что Советский Союз был вынужден пересмотреть свою политику в регионе. Если до этого считалось выгоднее вот такой протекторат, когда местные власти являются проводниками советского влияния в регионе, то когда это стало невозможным, то вспомнили о борцах за независимость, которые до этого никакой поддержки не оказывали. Вот здесь в ситуации, когда действовать через губернатора стало нельзя, было принято решение действовать через местное население, которое, конечно, властью Шэнши Цая немало тяготилось. В ноябре 1944 года в трех северных округах Синьцзяна, Ильисском, Тарбогатайском и Алтайском, населенных преимущественно казахами, киргизами, уйгурами, монголами, айратами и дунганами, китайские мусульманы, вспыхнуло мощное национально-освободительное восстание. Немаловажной причиной была крайняя зависимость населения этих округов от торговли с СССР, которую Шэнши Цай приказал свернуть. Соответственно, люди, которые всегда жили только тем, что торговали Советским Союзом и до этого в России, вдруг оказались без возможности этого сделать. Восстание началось в конце октября 1944 года, после того, как власти Синьцзяны издали указ о реквизицию у населения провинции 10 тысяч лошадей на военные нужды. В начале ноября созданный несколько ранее подпольно-революционный комитет поднял восстание в столице Ирийского округа, городе Куйджи, а 15 ноября, после завершения в городе последних уличных боев, объединенным штабом восстания было провозглашено создание временного правительства Восточно-Туркестанской республики во главе с президентом имамом Куйджинской соборной мечети узбеком Алихановым. Тюре, который представлял собой такую традиционную ипостась национально-освободительного движения в Восточном Туркестане, естественно, очень тесно связанную с идеей защиты исламской религии. Вот так выглядел флаг Восточно-Туркестанской республики, а так территория, которую она занимала на лучшем этапе своего существования. При этом большую роль в правительстве играл уйгур Мехмеджан Касыми, или Касымов, который был членом ВКПБ, выпускником Коммунистического университета Трудящихся Восток, который таким образом в себе воплощал такую советскую ипостась, просоветскую этой республики. В состав правительства также входили несколько русских белых иммигрантов, которые играли большую роль в армии Восточно-Туркестанской республики. Новая республика декларировала изгнание китайцев. Многие из них, особенно сотрудничавшие с прежними властями, были вырезаны, а также ориентацию на СССР. При участии советских офицеров, особенно казахской, узбекской и прочих подходящих национальностей, началось формирование армии, которая была крайне пестрой. Есть свидетельства, что приказы там отдавались чуть ли не на 11 языках. Я столько придумать не могу, но похоже на то, учитывая всякие диалекты. К марту 1945 года Ильийский округ был очищен от китайских войск. К осень 1945 года подразделение Национально-Освободительной армии Восточно-Туркестанской республики, в которой еще в апреле были сведены все отряды повстанцев Ильийского округа, во взаимодействии с партизанскими отрядами Трабагалтая и Алтая, очистили от гаминдановских войск соответственно Трабагатайский и Алтайский округа и стали реально угрожать столице провинции Урумчи. Положение китайских властей в Синьцзяне стало критическим. Надо сказать, что в это время интерес Советского Союза к Синьцзяну носил не только принципиальный характер, но все равно должны здесь быть. Дело в том, что советские геологи во время работ по геологоразведке нефти, которые были заказаны сначала с провинциальным, потом республиканским правительством, обнаружили очень большие запасы урана, которых тогда в Советском Союзе еще практически разведаны не были. Учитывая, что это время, время Советского атомного проекта, то контроль над Синьцзян, над Синьцзянскими урановыми рудниками был вопросом не просто регионального присутствия, а гораздо более важным. В момент, когда Восточно-Туркестанская республика была готова к тому, чтобы взять столицу и перейти на, видимо, вполне ожидавшие освобождения южные регионы Синьцзяна, Советский Союз приостановил поставки оружия и боеприпасов, отозвал из ее подразделения большую часть инструкторского состава, и советское руководство стало настаивать на том, чтобы правительство Восточно-Туркестанской республики вступило в переговор с провинциальными властями Синьцзяна. Как раз в это время был подписан договор между Сталином и Чанкайши, согласно которому Синьцзян оставался в составе Китая, и Советский Союз обязывался своих прокси немножечко отозвать назад. 12 октября 1945 года в Румчи начались переговоры между делегацией Восточно-Туркестанской республики и провинциальным правительством, было объявлено перемирие. В январе 1946 года в Румчи было подписано соглашение о совместном управлении с Синьцзяном, и 6 июня 1946 состоялось подписание его окончательного варианта. Соглашение это было довольно невыгодным для местного населения, в нем декларировать гражданские свободы всем национальностям, свободу вероисповедания, но ни о какой автономии речи не велось. Согласно соглашению, правительство Восточно-Туркестанской республики должно было быть распущено, сама республика прекращала свое существование, и вместо этого должно было быть создано коалиционное правительство Синьцзяна, в котором 10 членов правительства назначалось китайским населением, которое составляло всего 5% от населения Синьцзяна тогда, а на долю остальных 95 коренных приходилось еще 15 членов правительства. Губернатором провинции при этом мог быть только китайцы. 28 июня 1946 года правительство Восточно-Туркестанской республики в соответствии с требованиями этого соглашения передало свои полномочия вновь организованному провинциальному правительству, выступавшей против перемирия и против заключения соглашения президент Алихан Тюре, несколько его соратников были вывезены в СССР и жили там под домашним арестом. В Ташкенте Алихан Тюре умер, по-моему, в 1976 году. Это была долгая и такая довольно несимпатичная, я подозреваю, жизнь. Соответственно, во главе Восточно-Туркестанской республики встал подписавший соглашение в Румчи гораздо более послушный Эхмеджан Косеми. При этом, несмотря на то, что Восточно-Туркестанская республика объявляла о своем распуске и расформировании, на самом деле никто не расформировался, они продолжали контролировать свои территории, оставались вооруженные силы, которые, несмотря на то, что из них были отозваны советские инструктора, тем не менее, представляли собой значительную силу, так что во многом сохранился статус-кво. При этом постепенно трение между правительством, де-факто оставшейся существовать Восточно-Туркестанской республики, провинциальным правительством нарастало, и в августе 1947 года представители ВТР вышли из коллекционного правительства провинции и покинули Орумчи. Чанкайши, надо сказать, довольно многое делал для того, чтобы обеспечить гражданский мир в Синьцзяне, в частности, он со своей стороны отменил часть решений мирного соглашения, например, касающихся того, что губернатором провинции может быть только китаец, и в июне 1947 года губернатором провинции стал знаменитый борец за независимость Синьцзяна еще 30-х годов Масуд Сабри. В правительство было введено еще несколько человек, вот еще тех довоенных, замечательных времен, которые были вполне заслуженные и популярны, но это было уже поздновато, потому что совсем вскоре после этого вновь началась гражданская война между КПК и Гаминьданом, в которой, как мы уже с вами знаем, Гаминьдан победить не сумел. Летом 1949 года Синьцзяна была отрезана территорией, которой еще контролировались армией Чанкайши. В сентябре 1949 года последний назначенный Чанкайши губернатор Синьцзяна, казанский татарин Бурхан Шахиди, или Шагедуллин, провозгласил свою верность КПК, и, соответственно, Синьцзян стал частью территории контролируемых компартий. Едва ли не дольше всех сопротивлялись части, а также одного из героев войны за независимость еще с Шэнши Цаэм, Юлбар Схана. В 1951 году его отряды были разбиты, он бежал в Индию через Тибет, затем оттуда отбыл на Тайване, вплоть до своей смерти в 70-х годах именовался губернатором Синьцзяна, но, конечно, никакого влияния в регионе не имел. Под давлением в СССР лидеры Восточно-Туркестанской Республики были вынуждены согласиться на переговоры о вхождении Восточно-Туркестанской Республики в состав КНР. 24 августа члены правительства во главе скасеми вылетели из Алма-Аты в Пекин, при этом до Пекина они никогда не добрались, согласно официальной версии самолет потерпел крушение в районе Байкала и все пассажиры погибли. Есть некоторые слухи, в общем, не подтвержденные никакими документами, что на самом деле они никуда и не вылетали и были после переговоров в Алма-Ате, на которых они показали некоторую строптивость, вывезены в Москву или Иркутск и там расстреляны. Повторюсь, документов никаких по этому поводу нет. Так или иначе, эта делегация до Пекина не добралась. В Пекин вылетела вторая делегация во главе с министром образования ВТР Сайфуддином Азизи или Азизовым, который, собственно говоря, и подписал соглашение о вхождении Восточно-Туркестанской республики в состав КНР. Армия ВТР также вошла в состав Народно-освободительной армии Китая. Советский Союз, который вот таким образом своих прокси, в общем, предал и оставил на волю случаи, на волю китайских властей, единственное, что сделал, принял очень большое количество людей, которые Синьдян хотели покинуть и бежать в Советский Союз. Им это было разрешено, причем многих из них даже выпустили из Советского Союза дальше, особенно высокопоставленных представителей правительства, многих из них семьи выпустили дальше на Запад, в Канаду, Францию и так далее. Таким образом, многие спаслись от почти неминуемых репрессий, но многие остались и потом судьба их была печальна. В 50-м, 52-м годах военное правительство провинции возглавлял генерал Ван Джейн, который не раз предлагал Мао Цзудуну просто уничтожить всех уйгуров, поскольку их не так уж много, а иначе с ними находящимися на этой территории проблему не решить. Ван Джейн вообще знаменит всякими своими такими творческим подходом к подавлению сопротивления. В частности, он очень любил, заняв какую-нибудь не вполне лояльную деревню и приготовить огромный чан свиной похлебки и заставить всех жителей оттуда есть, ну, под дулами, соответственно, автоматов и винтовок. Таким образом, говорят, что вот это наша традиционная китайская еда, раз вы теперь жители Китая, то, пожалуйста, кушайте на здоровье, приятного аппетита. Вот все в таком духе. Но все-таки Мао Цзэдун не согласился с его предложениями об окончательном решении уйгурского вопроса и он был отозван в центр. 1 октября 1955 года провинция Синьцзян была заменена на Синьцзян-Уйгурский автономный район, который возглавил Цайфуддин Азизи. Это было и возглавлял его до конца, практически до конца своих дней в 1989 году он умер. Это было следствием того, что китайские власти все-таки решили не строить унитарное государство, а пойти по пути Советского Союза, по крайней мере формально предоставив национально-культурную автономию основным национальным меньшинствам, но почти с самого начала автономии эти были даже еще более декоративными, чем в Советском Союзе и со временем превратились просто в фикцию, но про это мы поговорим с вами потом. Следующее отступление от нашей с вами генеральной линии китайской истории это отступление, которое посвящено Тибету. Мы с вами оставили Тибет довольно давно в конце 18 века, когда после помощи Тибету в отражении гургского вторжения Тибет стал протекторатом империи Цин, потеряв свои возможности во внешней политике, и будучи в некотором плане ограничен в выборе перерождений главных линий преемственности церковных иерархов, причем здесь ограничение стояло в том, что их должен был утверждать или не утверждать Манжурский император, при этом мы с вами говорили, что протекторат этот был такой двояк и выпуклый, поскольку с одной стороны действительно Манжурский император был Сюзереном иерархов, в том числе Дава-Ламы и Панчен-Ламы, а с другой стороны они были его духовными учителями, поскольку Манжурские императоры были вполне набожными буддистами, и соответственно во многом здесь тоже Манжурский император этим иерархам подчинялся. В 1841-1942 Тибет пытался поставить под свой контроль империя сикхов, которая тогда была на волне успеха, но Манжурская армия сумела выбить захватчиков из западного Тибета, впрочем, потерпела поражение в Ладоке, и таким образом Ладок остался вне Манжурской власти, но Тибет, тем не менее, удалось отстоять, и все осталось как было. Ко второй половине 19 века общий кризис Цинской империи привел к тому, что власть Амбани в Лхасе стала все более формальной, поскольку мы с вами видели, что империи практически не хватало сил даже, чтобы заниматься делами неподалеку от столицы, а уж до Тибета, конечно, никакие руки не доходили, тем более, что инфраструктуры практически не было, никакой нормальной дороги из Китая в Тибет не существовало, были всякие тропы, по которым еле-еле могли пройти только яки, и поэтому даже чисто инфраструктурно какое-то осуществление власти в Тибете было довольно проблематично. С 1865 года Великобритания, подчинив себе Бутан, вышла на тибетские границы туда, поскольку границы были закрыты и, собственно, для иностранцев, то для того, чтобы собрать информацию, англичане посылали в Тибет индусов, попереодетых паломниками, которые, так называемых пандитов, пандиты это ученые. Действительно, многие из них были учеными, скажем, замечательный тибетолог и создатель первого тибета английского словаря Сарат Чандрадас, вот он был одним из таких пандитов, которых засылали под видом паломников в Тибет, и часто, между прочим, их вполне научные, ну, во-первых, их научные языка они, естественно, одновременно проходили с разведывательными, а, во-вторых, довольно часто они оканчивались трагически, в частности, какой-то из высокопоставленных лам, который давал информацию Сарат Чандрадасу, когда тот был в Тибете, после того, как Сарат Чандрадас публиковал свои книги, был казнен за, собственно говоря, сношение с иностранцами. Англичане довольно регулярно пытались открыть для себя в Тибет, и, в частности, в англо-китайских соглашениях 1876, 1886, 1890 и 1993 оговаривалось расширение английской торговли на территории Тибета, а также возможности для английских подданных его исследований вообще там нахождения. Однако, тибетские власти ссылались на то, что они в этих соглашениях никакого участия не принимают. Действительно, Даджелинские соглашения 1993 года были подписаны в то время, когда в Даджелинге находился глава Кашага, тибетского правительства Шата-Шапе, однако, его никто, собственно говоря, не пригласил на эти переговоры, исходя из чего Кашаг отказывался их признавать, и, соответственно, подписанные договора об открытии рынка в Ятунге, об налаживании связи и прочее, все это осталось на бумаге. Более того, около 1900 года довольно большое влияние в Тибете получил один из учителей 13-го Далай-Ламы, вернее, его партнер по философскому диспуту, это очень важная фигура в окружении Далай-Ламы, его звали Агван Даржиев, он был бурят, и он убедил Далай-Ламу в том, что Тибету нужно пытаться перейти под протекторат России, где буддисты чувствуют себя сравнительно неплохо, и, соответственно, русская власть будет гораздо лучше, чем власть китайская. По собственному почину, но с некоторым одобрением Далай-Ламы он вел переговоры в Санкт-Петербурге о приеме Тибета под протекторат России, и главным памятником, к сожалению, практически единственным этих усилий стал замечательный буддийский храм, который находится в Петербурге, находится неподалеку от, по-моему, как это, то ли старой деревне, то ли новой деревне, на северо-западе, который был построен как раз благодаря усилиям Агландаржиева и очень долгое время был единственным буддийским храмом на территории европейских государств, если не считать калмыцкие монастыри. Соответственно, надо сказать, что в это время вообще всякого рода прожекты о Тибете довольно модны были в Петербурге, в частности, очень модный тогда тоже бурят врач, практиковавший тибетскую, прежде всего, медицину, Бадмаев несколько раз подавал Александру Третьему, потом Николаю Второму свои планы о том, что необходимо завоевать Ланчжоу, это Ганьсу, и, соответственно, после этого в руки России перейдет не только внутренняя Монголия и Маньчжурия, но и Тибет и Синьцзян, и, соответственно, от Китая останутся только китайские провинции, а в этих всех национальных окраинах будет руководить Россией, которую там очень ждут. Поэтому к Даржи, в общем, прислушивались, его принимал император, и все это, конечно, крайне пугало англичан, потому что это было время так называемой большой игры, постоянного и очень напряженного противодействия России и Великобритании от Персии на западе, даже от Османской Турции и Догина Китая на Востоке, поэтому здесь, конечно, если бы Россия выиграла у Англии Тибет, то это было бы для Англии довольно тяжелым поражением, поскольку это вывело бы Россию прямо на границе Британской Индии. В итоге здесь на себя инициативу взяли власти Британской Индии, тогда там главой колониальной администрации был лорд Кирзон, и в ноябре 1903 года английский отряд под командованием полковника Янг Хасбанда вторгся в Тибет под предлогом того, что Тибет систематически не исполняет договоренности, которые за него подписаны, соответственно, Англия имеет право заставить его эти договоренности выполнять. Тибетцы сражались храбро, но все-таки тибетская армия, у которой даже фитильные ружья тогда были не слишком чисты, ничего противопоставить англичанам не могла, и в итоге в августе 304 года Янг Хасбанда вошел в Лхасу, Далай-Лам и бежал в Монголию и в Хуре под покровительство практически российского консула, тогда еще Монголия не была протекторатом России, но уже входила в сферу влияния Российской империи, и в его отсутствие 7 сентября 304 года в Лхасе была подписана англо-тибетская конвенция, в которой власть Китая в Тибете не упоминалась вовсе, то есть Тибет воспринимался как независимое государство, которое с Англией заключает договоренность. Согласно этому соглашению Тибет должен был открыть свои рынки Великобритании, обязывался не предоставлять конфессии и концессии и привилегии никакой третьей стороне, и до выплаты контрибуции, которые также полагалось выплатить, на территории Тибета оставались английские войска. Соглашение это естественно было довольно вызывающим, оно не было признано Китаем, потому что в соглашении никак не говорилось о том, что Тибет является частью Манчжурской империи, а это было именно так. Естественно, это соглашение вызвало раздражение России, которая в это время в общем-то Англия скорее искала примирения, поскольку ожидалась большая война в Европе и далеко не решен был вопрос, на чьей стороне будет Россия. в итоге тогда же в Лондоне сменилось правительство и в итоге было решено на исполнение этого соглашения не настаивать. В итоге в июле 1906 года Англия заключила с Китаем по поводу Тибета новую конвенцию, в которой признавался суверенитет, не суверенитет, но суверенитет, то есть как бы покровительство Манчжурской империи в Тибете. И что еще важнее, в 1907 году была заключена русско-британская конвенция, которая закончила большую игру, были установлены сферы влияния на всей территории, на всей протяженности вот этой границы соперничества от Персии до Китая, и была там статья относительно Тибетов, которая говорила, что обе державы признают принадлежность Тибета Китаю и обязуются не иметь с ним никаких контактов, кроме как через посредства китайского правительства. Соответственно, вот для Тибета это было вполне роковое решение, потому что с этого момента он оказался закрыт для как русских, так и британцев, поскольку ни одна из сторон не хотела нарушать соглашение, чтобы не дать поводу нарушить его противнику. Соответственно, вот здесь вот будущее Тибета во многом стало жертвой желания примирения между Россией и Великобританией. Соответственно, после этого попытки Доржиева заинтересовать Тибетом Россию прекращаются. В 1909 году 13-й Далай-Лама возвращается в Лхасу, однако ненадолго, поскольку после англо-китайской конвенции Китай вспомнил про Тибет и понял, что это такая часть, которую очень легко потерять. Поэтому после 1906 года Пекин начинает серию реформ, которые направлены на превращение Тибета в рядовую китайскую провинцию. Помните, вы сами говорили, что это было одно из направлений политики циси в последние годы ее власти. Вот отказ от этого многоликого характера цинской империи, когда раньше маньчжурский император был разным для китайцев, для китайских подных, для монгольских, для мусульманских, для тибетских. Вот от этого происходит отказ, все уравнивается, как они все подданы империи цин, и происходит, поскольку все-таки китайцев было больше всего, то происходит по факту китаизация империи цин. Вот Тибет оказывается в рамках этой же политики. Китайские войска введены в пограничные районы между Тибетом и Китаем, то есть в Кхам на востоке и в Андо на северо-востоке. Новый амбань Ляньюи увеличивает гарнизон в Лахайсе, начинает реформу образования, которая направлена на китаизацию тибетцев. В итоге в феврале 1910 года Далла-Алама был лишен всех своих постов и вынужден, опасаясь ареста, бежать в Дарджелинг уже под защиту Англии. Успехи политики китаизации были бы возможно быстрее и значительнее, однако Ляньюи помешала распад Цинской империи. В ноябре 1911 года китайский гарнизон Лахасы восстал и отказался подчиняться Амбаню. Тот немедленно прекратил выплату им денежного содержания и выдачу продовольствия, что в итоге привело к грабежам мирного населения. И вот только вот это, то есть Тибет восстал не потому, что хотел включиться в общую китайскую революцию, а потому, что начали безобразничать китайские солдаты. Вот на их безобразие было отвечено восстанием, почти везде китайские отряды были блокированы и началась такая довольно затяжная война для китайцев в общем неблагоприятная, поскольку им неоткуда было получать подкрепление, но не говоря того, что их не было общего командования. В итоге в апреле 1912 года, когда уже президент Китайской Республики Юаньши Кай объявил о лишении Тибета особого статуса превращения его в обычную провинцию, это было не более чем декларацией, потому что по факту Китай всякую власть в Тибете потерял. Несколько сложнее была ситуация на востоке Тибета в Кхаме, где Китай был все-таки ближе, где китайцы пытались установить свою более прямую власть, получалось по-разному, в зависимости от количества и настроя противоборствующих сторон в той или иной горной долине. Англичан, естественно, вся эта ситуация раздражала, поскольку было понятно, что, во-первых, Тибет лежит абсолютно на блюдечке, его стоит только взять, во-вторых, Англия реально могла повлиять на ситуацию, поскольку единственный путь доставки китайских солдат, возможный в Тибет, лежал через Индию, сухопутного пути не было, можно было отправить их пароходом в Кайкуту и там по железным дорогам доехать до Дарджелинга, оттуда уже пешком относительно быстро добраться до Тибета и, соответственно, Англия эту дорогу контролировала. К тому же, буквально накануне, в декабре 1111 года произошло разглашение независимости внешней Монголии, и, соответственно, параллель была очевидна, да, раз вы, Россия, получили Монголию, давайте мы получим Тибет, все честно, да, мы давно здесь, мы рядом, тут никого нету, давайте мы ее получим. Однако, на все консультации, которые британская правительство, которая обращалась к России, Россия указывала на соглашение 1907 года, согласно которому Англия получить Тибет не могла. Здесь Россия довольно злорадно, и злорадно, я бы даже сказал, настаивала на пунктуальном соблюдении этой конвенции. В итоге, в конце 12-го года последние китайские солдаты, опять же, через Британскую Индию покинули Тибет. В январе 13-го года в Алхасу вернулся Далай-Лама, который провозгласил независимость тибетского государства. Вскоре был заключен первый международный договор с, опять же, независимой Монголией. Оба государства были независимыми довольно специально, но, тем не менее, друг друга признавали и, соответственно, в общем, некая видимость независимости существовала. Но, де-факто, Тибет был даже более независим, чем Монголия, поскольку никаких иностранных войск на его территории не доходилось. При этом, ситуация была довольно нервной, поскольку Доржиев при удобном и неудобном случае намекал всем собеседникам, что Россия рассматривает возможности взаимного протектората над Тибетом и в Англии, особенно в Британской Индии, где-то воспринималась, конечно, довольно нервно. В итоге, в 2012 году Англия предложила Китаю переговор по новому соглашению о Тибете. Те согласились, поскольку незадолго до этого, например, Россия заключила с Монголией соглашение об автономии без участия Китая. Поэтому здесь, когда британцы предложили участие Китая, это, конечно, китайскому правительству было приятно. Также был приглашен Тибет как равная сторона. Это была трехсторонняя, абсолютно равная конференция. Это конференция, на которой Тибет был представлен как независимое государство. Здесь Англия тоже учила опыт России, потому что, пока Россия договаривалась отдельно с Монголами и отдельно с Китаем, потом обязательно кто-нибудь отказывался соглашение соблюдать. Только когда в 2015 году была подписана трехсторонняя договоренность, кстати, во многом, видимо, по результатам опыта английского с Тибетом, то тогда уже все три, все две стороны были обязаны соблюдать. Россия была проинформирована о готовящихся переговорах и согласилась на их проведение. Была высказана единственная надежда, что англичане помнят соглашение 1907 года и нарушать его не будут, а затем представят России текст, чтобы она могла его утвердить или не утвердить. Переговоры начались 13 октября 1913 года в североиндийском городе Симла. На зиму заседания были перенесены в Дели, британскую делегацию возглавлял секретарь по иностранным делам правительства Британской Индии Генри Макмагон, китайскую представитель Юань Шика Чень Ифань, а тибетскую представитель 13-го Далай-Ламы Лан Чен Шатра. К весне 1914 года был выработан черновой текст из 11 статей и 7 примечаний, согласно которым стороны признавались узеренитет Китая над Тибетом, который должен был быть по образцу Монголия разделен на две зоны. Внешний Тибет, туда входили примерно то, что сейчас называется тибетским автономным районом, то есть центральные, западные и южные области исторического Тибета, а внутренний Тибет в северо-восточной и юго-восточной области Амдо и Кхам, которые нынче в основном входят в китайские провинции Цинхай, Гансу, Сычуань и Юннэ. Внешнему Тибету под управлением тибетского правительства Валхази предоставлялась широкая автономия, а внутренний оставался под управлением Пекина, тоже с некоторой автономией. При этом Китай обязывался не превращать Тибет в провинцию, представители внешнего Тибета не должны были входить в китайский парламент, раз они настолько независимы. Китай и Великобритания обязывались не вмешиваться в управление внешним Тибетом, не аннексировать его полностью или частичь, не размещать там войска. Китай признавал наличие особых интересов Великобритании в Тибете, тибетское и китайское правительства обязывались не вступать в соглашение, касающееся статуса Тибета ни с одной державой, кроме Великобритании. Китай и Великобритания могли посылать в Тибет своих представителей. К соглашению прилагались карты с нанесенными на них границами внешнего и внутреннего Тибета, а также восточной частью границы между Тибетом и Британской Индией от Бутана до Бирмы, которая до этого не была размечена. И вот здесь было принято решение, что это удобный повод, чтобы это соглашение разметить. И линия проведенной границы так и вошла в историю как линия Макмагона. Первая версия карты с нанесенными границами от 27 апреля 2014 года была подписана главами всех трех делегаций. Однако к лету 2014 года переговоры зашли в тупик. Китайская сторона не соглашалась на предлагаемые ей границы внутреннего и внешнего Тибета, а остальное, в общем, не представляло проблем. В итоге Китай из переговоров вышел и 3 июля 2014 года было подписано так называемое Симулское соглашение, которое было подписано только британской и тибетской сторонами, которые также подписали еще одно двустороннее соглашение, в котором декларировалось, что китайское правительство не сможет пользоваться никакими привилегиями, предоставленным соглашением, пока не присоединится к нему. Тогда же было подписано англо-тибетское торговое соглашение. Россия получила текст подписанной договоренности и велела снять десятую статью про то, что единственным арбитром между Тибетом и Китаем может быть Англия. Также статьи 6 и 8 относительно посланцев и возможного получения концессий Англия обязывалась не исполнять, пока Россия не согласится. В общем, все были довольно милы друг с другом, поскольку война была на носу и никто не хотел ссориться, тем более российские дипломаты намекнули, что, в общем, если для Англии так принципиально на Тибет, то можно пересмотреть соглашение 1907 года и обменять Тибет, например, на кусочек Афганистана или Ирана или что-нибудь в этом духе. Этого Англия тоже не хотела, поэтому готова была исполнять все, что годится, все, что просит. Однако, в итоге кончилось тем, что соглашение все-таки не было утверждено самим правительством Британской Индии, так как линия Макмагона, вот эта вот граница между Британской Индией и Тибетом в районе Бутана и Бирмы проходила значительно северней линией границы, которая признавалась прежде, которая не была никакими международными соглашениями утверждена, но все-таки существовала, и это могло быть сочтено нарушением Англо-Русской Конвенции 1937 года, поскольку как бы часть можно было рассмотреть, что часть территории Тибета переходит под власть или Китая переходит под власть Англии, и тогда бы Россия могла бы зафиксировать нарушение совершенное Конвенции 1937 года и что-нибудь взамен потребовать. Этого англичане не хотели. В итоге так все это и осталось в подвешенном виде, несмотря на то, что это действительно уникальный пример участия Тибета в международных переговорах на уровне равной стороны, тем не менее, поскольку Китай все это не подписал, то, соответственно, последствий никаких это соглашения не имело, кроме некоторых, довольно незначительных, а именно в 1818 году после революции в России англо-британская конвенция 1907 года была расторгнута и в 1935 году офицер британской администрации в Индии Олаф Каро предложил опубликовать символское соглашение и считать его основанием для проведения границы по линии Макмагона, что в 1938 году было сделано. Линия Макмагона была признана официальной границей в 1937 году и там эта граница проходит и сейчас, хотя Китай, естественно, этого не признает. Также, опираясь на символское соглашение, которое было так реанимировано через 20 лет после его когда-то непризнания самими британцами, вплоть до октября 2008 года Англия на официальном уровне признавала только сюзеронитет, но не суверенитет Китая в Тибете, но это тоже уже 12 лет, как в прошлом. 13-й Далай-Лама умер в 1933 году. Во время его правления Тибет был довольно заметно изолирован и, в общем, там мало что происходило, поскольку он, видимо, не считал это нужным, но и действительно, надо сказать, любые резкие реформы в Тибете, учитывая ограниченные возможности правительства, это делало довольно неприятно. Вскоре было найдено 14-е перерождение линии, 14-я Далай-Лама, который родился в 1935 году, а зашел на престол в 1940-м, и 14-й Далай-Лама здравствует и сейчас, и дай бог ему здоровья и долгих лет. Естественно, смена власти была чисто формальной, поскольку ребенок никакой реальной властью не обладал, внутренних реформ практически не было, и все продолжалось как есть, тибетцы наблюдали за тем, что происходит вокруг, но в общем не старались никак на это повлиять. Алхаза почти не поддерживала отношения с внешним миром, единственным исключением была Англия, чьи торговые агенты находились в западном Тибете, в 1936-1937 поскольку перед этим в Алхазе осталась на совсем китайская миссия, прибывшая на похороны 13-го Далай-Ламы, то в Алхазу прибыла и британская миссия, которая тоже осталась в качестве постоянного британского представителя. Мы с вами говорили, что во время войны тибетское правительство вступало в определенные контакты с администрацией Соединенных Штатов Америки, в частности по вопросам доставки грузов Ченкайши и поисков летчиков самолетов потерпевших транспортных самолетов потерпевших крушение на территории Тибета, а также доставки грузов сухопутных надо сказать, что этот момент это был последний расцвет караванной торговли, потому что действительно грузы доставлялись до южной границы Тибета, откуда они грузились на Яков и где-то местами на Лошадей, после чего все это шло куда-нибудь до Юньнани и никогда пожалуй так много людей не было задействовано в караванной торговле и не зарабатывало таких значительных денег, при этом тибетское правительство надеялось, что эти соглашения потом позволят на что-то рассчитывать, но к сожалению это было абсолютно беспочвенно и даже сохранился такие воспоминания о Рузвельте, который значит кому-то сказал, вы знаете, я сегодня получил письмо от Кашага, честно говоря, понятия не имею, кто это такой, надеюсь, никогда этого не узнать, то есть вот такое немножко ёрническое отношение, естественно, никто Тибету в благодарность за это некоторое содействие в транспортировке ничего не был склонен обещать. В 49-м году, когда КПК победила Гоминьдан в гражданской войне, тибетское правительство высылало из Тибета всех китайских представителей, но это, естественно, не помогло, одержав победу над силами Китайской Республики, Народно-освободительная армия Китая начала действия по установлению контроля в Тибете. В октябре 50-го года тибетская армия была разбита в районе Чамдо и в итоге 23 мая 51-го года под, в общем, довольно значительным давлением тибетская делегация подписала в Пекине так называемое соглашение из 17 статей, которое оговаривал деталь возвращения Тибета под контроль Пекина. Согласно этому соглашению правительство Далай-Лама признавало Тибет частью КНР, отказывался от самостоятельности внешней политики, но сохраняло власть в центральной части Тибета, то есть в том, что англичане называли внешним Тибетом и сейчас это называется Тибетский автономный район. Пекин обязывался не форсировать реформы в Тибете и позволит Слухаси сохранить привычный уклад как социальный, то есть меняться будет только если тибетцы сами этого захотят и несмотря на довольно тревожные моменты, в частности когда эта тибетская делегация в Пекине скажет, что нет полномочий подписывать такие соглашения за тем, что у них нет печати, то значит с Пекинем немедленно изготовили печати, чтобы только было подписываться. Давление было довольно очевидным, но вначале в общем казалось, что это действительно такое повторение статуса Тибета в империи Цин, то есть все внутри управляйте сами как хотите, а внешне мы вас будем защищать. В общем, сначала казалось, что может быть эта ситуация не такая уж и плохая. Далай-Лама, который был тогда молодым 19-летним или сколько? Нет, ну 17 лет, да 17-летним человеком приезжал в Пекин, вот здесь он по-моему с маршалом Джуде, если я не ошибаюсь, его очень хорошо принимали и от настроения, было, пожалуй, наверное, оптимистичное с обеих сторон, потому что казалось, что удалось, в общем, обойтись без большой крови, а быть в составе соседа на таком плавах остановить или это было в общем не впервой. Но как это будет потом, мы с вами поговорим соответственно в следующих лекциях. В оставшееся время вернемся обратно в Китай. После победы в гражданской войне начинается несколько мирных лет, которые обычно в литературе оцениваются довольно оптимистично. Говорится, что вот в отличие от более позднего времени в это время действительно коммунистическая власть в Китае была вполне человекообразной. Это действительно частично было так. Происходило восстановление экономики, в чем большую роль играли советские специалисты технологии и всякого рода поставки, потому что советский зодоцит на очень большие деньги вложил в восстановление Китая. Однако параллельно, причем даже еще до 49-го года, с 47-го года на всех территориях, которые контролировались китайскими коммунистами, началась земельная реформа, а также борьба против трех зол, это, соответственно, землевладельцы, коллаборационницы, сотрудничавшие с японцами, религиозные организации. Начало это, что вот эти категории населения лишались земли, имущества, а также часто и жизни, причем многие сравнивают это с более поздними тяжелыми годами культурной революции. связь была в том, что здесь тоже репрессии против членов общин, объявленных врагами, осуществлялись не специально присланными к агенту спецслужбам, а самими же людьми, местными активистами, и это все носило характер таких сельского самосуда. Обычно главы семей, которые обвинялись по одному из пунктов, то есть бывшие землевладельцы или те, кто подозревал в сотрудничестве с японцами, а также, например, главы монастырей или священнослужители убивались, а члены их семей лишались практически всего личного имущества и поражались в правах, должны были выполнять только самую тяжелую работу внутри своих сельских общин, причем этот статус парий они сохраняли до 80-х годов. Считается, что во время этой земельной реформ по всему Китаю погибло несколько миллионов человек и про это тоже, конечно, нужно говорить, потому что это важная часть формирования Китайской Народной Республики, которая практически довольно долго не могла прожить значительное время, чтобы массово не убивать часть своих граждан. При этом вот это мирное время закончилось практически не начавшись, особенно если отсчитывать провозглашение Китайской Народной Республики или от победы в гражданской войне в начале 50-го года, потому что почти сразу началась Корейская война, в которой Китай непосредственно принимал участие. Корея, как мы с вами помним, с 1910-го года была объявлена колонией Японии, и до окончания Второй мировой войны находилась в этом статусе, 10-го августа 1945-го года в связи с неизбежной японской капитуляцией Советский Союз и США договорились о том, что Корея будет разделена по 38-й параллели, предполагая, что японские войска к северу от этой линии сдадутся Советскому Союзу, а к югу Соединенных Штатов. Так полуостров был разделен на северную советскую южно-американскую зоны оккупации, предполагалось, что такое разделение является временным, как, впрочем, как мы с вами помним, это предполагалось и в Германии. В декабре 1945-го года США и СССР подписали договор о временном управлении страной. В обеих частях северной и южной были сформированы правительства. На юге полуострова США при поддержке ООН провели выборы, которые заменили временное левое правительство, которое сформировалось прямо во время японской капитуляции. И поскольку левые коммунистические и сочувствующие им силы в этих выборах не принимали участие, то новое правительство было вполне ярко выраженным антикоммунистическим во главе с Лисенманом. На севере власть была без всяких выборов естественно передана советскими войсками коммунистическому правительству, во главе которого стоял Ким Ир Сен, человек с довольно непростой биографией. Он родился в 2012 году в Корее, но уже в 1920-м, то есть, когда ему было 8 лет, семья переехала на заработки в Манчжурию, где он, собственно говоря, и вырос. В 1932 году якобы возглавил партизанский отряд, говорю, якобы не потому, что я хочу как-то его обидеть, просто его биография настолько билетеризирована и загадочна, что там ни в чем нельзя быть уверенным. Вот в 1932 году он возглавил партизанский отряд, который боролся с японцами, провел некоторое количество операций, но чем дальше, тем тяжелее приходилось, и в конце 1940 года его вызвали в Советский Союз, где предложили, как и другим партизанским лидерам, перейти границу, потому что в Манчжурии дальше действие, видимо, было невозможно. Не исключено, что это также было, в общем-то, частью улучшения отношений в это время между Советским Союзом и Японией, и Советский Союз не хотел открыто поддерживать, и не открыто тоже поддерживать партизанский антияпонский отряд, это противоречило тогдашней политике. В итоге, в начале 1941 года отряд Кимирсена перешел через границу, 1942 года он был зачислен в штат рабочей крестьянской Красной Армии, и дальше, в оставшиеся годы войны, провел на Дальнем Востоке, где его и его отряд, он командовал батальоном, и потом получил чин капитана, готовили ко всяким десантным операциям и так далее, то есть, в общем, их держали в резерве, но ни на какие фронта не перебрасывали. Вот, соответственно, именно такой человек, капитан Советской Армии, стал главой северокорейского правительства. Страны антигитлеровской коалиции предполагали, что через некоторое время Корея должна воссоединиться, но поскольку, как мы с вами знаем, отношения между СССР и Штатами испортились практически сразу, как кончилась война, то договориться о деталях воссоединения СССР и США не смогли. В 1947 году Организация Объединенных Наций приняла ответственность за будущее Кореи на себя. Оба режима стремились объединить полуостров под своим главенством. В 1948 году были приняты конституции как на севере, так и на юге, и обе конституции недвусмысленно провозглашали, что цель каждого из правительств это распространить свою власть на всю территорию страны. В соответствии с конституцией 1948 года Северной Кореи даже столицей назывался Сеул, который вообще-то столицей Южной Кореи, Абхиньян объявлялся только временной столицей до объединения страны, до освобождения Сеула. При этом в 1949 году как советские, так и американские войска с территории Кореи были выведены. СССР продолжал оказывать Северной Корее большую военную помощь и большую роль здесь играли корейцы из Китая, ветераны Народно-освободительной армии, имевшие большой опыт в ведении боевых действий, вот они также были направлены на усиление армии соседа. Таким образом, к началу 1950 года северокорейские вооруженные силы превосходили южнокорейские по всем ключевым компонентам и в этих условиях отношения постепенно между двумя Кореями постепенно ухудшались и участились стычки на границе. 25 июня 1950 года, то есть буквально через полгода даже меньше после победы Китая в собственной гражданской войне, северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с Южной Кореей. В это время численность сухопутной группировки составляла 135 тысяч человек при 150 танках Т-34 со стороны Кореи к началу войны было около 150 тысяч человек, но почти без бронетехники и авиации. В итоге уже 28 июня был захвачен Сеул, но главной цели в общем достигнута не было, правительство удалось эвакуировать и войну покинуло город. Также как не были удивлены северокорейские генералы, не произошло массового восстания в поддержку наступления северного соседа, на что в общем-то рассчитывать. Тем не менее, к середине августа до 90% территории Южной Кореи было занято армией КНДР и Южнокорейская армия с трудом удерживала только так называемый Пусанский периметр на самом крайнем юго-востоке полуострова. Начало войны в Корее стало неожиданным для США и других западных стран. Уже в день атаки 25 июня в Нью-Йорке был создан Совет Безопасности ООН, на повестке дня которого стоял корейский вопрос. Первоначальная резолюция, предложенная американцами, была принята девятью голосами за. Советский представитель на Совет Безопасности не явился. Тогда по таким вопросам считалось приличным не блокировать любое решение, а в общем тогда не приходить. Поэтому тут конечно было понятно как будет решено. Напомню, что в это время в Китае ООН представляло правительство Чанкайши, тайваньское. То есть здесь было понятно, что решение будет предсказуемо. В итоге было принято решение об оказании помощи военной Корее под эгидой ООН и эта помощь немедленно начала поступать. Тем более, что американские войска стояли неподалеку в Японии, перебросить их на Пусанский периметр было делом буквально нескольких часов. 15 сентября 1950 года началось контрнаступление. К этому времени в районе Пусанского периметра находилось 5 южнокорейских, 5 американских дивизий, а также бригады армии Великобритании. Им противостояло 13 дивизий армии КНДР, но технически конечно американско-корейские войска были подготовлены, были снабжены гораздо лучше. Помимо наступления непосредственно под Пусаном американцам был высажен десант в тылу у противника и поэтому Северокорейский фронт был довольно быстро прорван, армия Северной Кореи была окружена и уничтожена и буквально на следующий день силы ООН овладели Сеулом, а 8 октября достигли 38 параллели. 20 октября 350 года был взят Пхеньян. Принципы уже к концу сентября стало ясно, что северокорейские вооруженные силы разгромлены, что занятие всей территории корейского полуострова американами и южнокорейскими войсками это лишь вопрос времени. В этих условиях на протяжении первой недели октября продолжались активные консультации между руководством СССР и КНР и в конце концов было принято решение отправить в Корею части китайской армии. Руководство КНР если какие-либо некорейские военные силы пересекут 38-ю параллель, они их пересекли, СССР в этой войне ограничивался помимо поставок военных грузов в основном поддержкой с воздуха, причем советские МиГ-15 не должны были подлетать к линии фронта ближе, чем на 100 километров, тем не менее мы с вами знаем, что бои между американскими и советскими летчиками время от времени происходили, хотя это не было в общем магистральной линией партии. Обоказываемое СССР военной помощи в США было хорошо известно, но в избеждании международного ядерного конфликта никаких ответных мер со стороны американцев не следовало. Ну, пожалуй, за исключением предложения генерала МакАртура применить по северо-восточному Китаю и Северной Кореи несколько ядерных припасов, после чего он был объявлен не вполне нормальным и снят с командования, хотя с точки зрения военной, видим, это было решение вполне такое радикальное. Соответственно, 25 октября 50-го года началось наступление 270-тысячной китайской армии под командованием генерала Пэнде Хуая. Формально эта армия называлась армией китайских народных добровольцев, то есть считалось, что все они добровольно отправились служить и защищать от американского империализма соседа, что они не военнослужащие китайской армии, а как бы такое отдельное формирование, но по факту, конечно, это были просто части народно-освободительной армии Китая. Восьмая американская армия была вынуждена занять оборону. В конце ноября последовало второе китайское наступление. В итоге удалось обойти войска ООН с запада и окружить их 420-тысячной армией, почти полностью китайской. В декабре 50-го года американцы приступили к эвакуации, которую сорвать не удалось, поскольку флота у КНР практически не было. Около 100 тысяч человек военных и столько же мирного населения было погружено на военные торговые суда, успешно переправлено в Южную Корею. 4 января 51-го года китайско-корейские войска снова заняли Сеул. Однако второй раз Пусанского периметра уже не получилось, несколько южнее Сеула они были остановлены и более того, в результате операции, начавшейся 21 февраля 1951 года войскам ООН удалось значительно отодвинуть китайскую армию на север. К середине марта южане вернулись в Сеул, 21 мая было остановлено очередное наступление северян, после чего войска ООН предприняли полномасштабное наступление по всему фронту и армия Севера была отброшена за 38-ю параллель, соответственно, все вернулись к границам, с которых все начиналось. К июню 1951 года война достигла критической точки, несмотря на тяжелые потери, каждая из сторон распорогала практически миллионной армией, несмотря на перевес технических средств, США и союзники не в состоянии были добиться решительного преимущества, и, как я уже сказал, вопрос о применении ядерного оружия все-таки не был, не ставился, но был решен отрицательно. Всем сторонам конфликта стало ясно, что победы никто не достигнет, что необходимы переговоры о перемирии. Они начались 8 июля 1951 года, но даже во время переговоров боевые действия продолжались, несмотря на их значительную бессмысленность. Так продолжалось вплоть до смерти Сталина, при котором мир, никто заключать, не решался. После того, как он умер, 27 июля 1953 года был подписан договор о прекращении огня, мирный договор не подписан до сих пор, линия фронта зафиксирована в районе 38-й параллели, вокруг нее провозглашена также до сих пор существующая демилитаризованная зона. В сумме, включая Южную и Северную Корею, погибло порядка 2,5 миллионов человек, это примерно 10% населения, и это сравнимо соответственно по потерям, например, с нашей Великой Отечественной. Было разрушено более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обоих государств, три четверти правительственных учреждений, около половины всего жилого фонда, и вообще, наверное, это одна из самых тотальных войн, в том плане, что она не только затронула практически всю территорию обеих стран, но и для Южной Кореи, да, сначала прошли до самого юга, потом отодвинули до самого севера, потом опять до середины, потом опять немножко назад, то есть фронт перемещался почти по всей территории страны, причем иногда по нескольку раз, конечно, последствия этим можно представить. Военнослужащие США погибли в Корейской войне в количестве 54246 человек, хотя китайская армия объявила, что уничтожено гораздо больше, естественно, американцев. С точки зрения собственных потерь китайцы объявили, что на Корейской войне потеряно 390 тысяч человек, из них 150 тысяч убитыми, а остальные ранеными, по подсчетам экспертов, китайцы потеряли убитыми от полумиллиона до миллиона человек, и таким косвенным признаком больших значительных потерь является то, что на войне погиб один из сыновей Мао Цзэдуна, Мао Аньин, который учился на танкистов, да, Чанкайши сын учился на танкистов в Германии, этот учился на танкистов в Советском Союзе, принимал участие в битве на Курской дуге, после чего был отправлен в Китай, где, правда, Мао Цзэдун немедленно велел ему снять красивый мундир, одеть телогрейку и отправиться в деревню, чтобы, значит, смотреть, понимать, как живут простой китайский народ и, значит, этим всем барстом, офицерским не заражаться, но в дальнейшем, очевидно, Мао Аньин рассматривался как возможный преемник Мао Цзэдуна и вот, в частности, он был отправлен на Корейскую войну, это тоже показывало статус этой войны в глазах высшего руководства, погиб он, в общем, довольно случайно, он при обстреле, вспомнил, что оставилось в штабе остались важные документы, вернулся за ними и был накрыт, соответственно, снарядом. Второй сын Мао Цзэдуна с детства не вполне здоровый человек и поэтому он уже как наследник рассматриваться не мог и, возможно, вот эта гибель повлияла на дальнейшую историю Китая, поскольку, как мы с вами знаем, в Корее как раз сформировался такой наследственный коммунистический диктат и не исключено, что, в общем, в Китае это вполне могло принять такую же форму. Надо сказать, что в результате войны довольно сильно ухудшились до этого совершенно безоблачные советско-китайские отношения. Очень многие в китайском руководстве понимали, что Китай втянут в Корейскую войну во многом для решения личных амбиций Советского Союза, то есть Советский Союз мерился в Корее силами Соединенными Штатами кровью китайских солдат. Более того, в очень большом количестве поставлявшиеся Китаю для войны всякие военные грузы шли не бесплатно, а включались в китайский государственный долг, что, естественно, тоже было довольно обидно. То есть мало того, что Китай за советские интересы воевал со своими солдатами, еще должен был при этом платить Советскому же Союзу за присланное оружие. Другим последствием войны стал провал планов окончательного объединения Китая под властью КПК. Надо сказать, что в начале войны, весной, в начале лета 50-го года, НААК активно готовилась к высадке на Тайвань и, в общем, несмотря на все попытки получить какие-то гарантии, правительство Чанкайши не смогло добиться обещания о защите ни от одного мирового правительства, особенно, конечно, от Штатов, поскольку режим Чанкайши имел довольно неприятную репутацию в мире, и казалось, что это безнадежно, и китайский народ выбор сделал, зачем тут стоять на пути. Однако, когда началась Корейская война, то стало понятно, что база у китайских берегов совершенно необходима, поэтому американцы изменили свой подход защищать всеми имеющимися у него возможностями, что, естественно, сделало непосредственное вторжение Китая абсолютно невероятным. Именно поэтому, собственно говоря, Чанкайши сохранил власть на Тайване. Довольно заметной оплеухой Китаю было то, что после окончания войны 14 тысяч военнопленных китайцев приняли решение не возвращаться в КНР отправиться на Тайвань, а в Китай вернулся только чуть более 7 тысяч китайских пленных. Правда, это, во-первых, может быть потому, что обе стороны в этой войне активно занимались промывкой мозгов военнопленных и было довольно много американских военнопленных в Китае, которые тоже к концу войны стали такими коммунистами, что просто дальше деваться некуда. Потом, в принципе, есть сведения, что в этих китайских народных добровольцев часто отправляли не лучших, а наоборот, тем, кому не очень доверяли. Туда, в частности, записывали недавно сдавшихся в плен гомендановских солдат или перешедших на сторону к на сторону, ну а гомендановских солдат для проверки записывали китайские народные добровольцы. в таком случае, естественно, этот выбор вполне понятен. Корейская война и такое активное, почти неприличное участие в ней Китая привели к тому, что до того довольно позитивные эмоции, которые в мире вызывало КПК, изменились на, скорее, антикоммунистические. Партию Мао Цзэдуна стали называть, ну, во-первых, не только марионеткой Советского Союза, но и марионеткой вполне агрессивной и не жалеющей собственных сил для решения задач, в том числе и военными методами. И во многом именно из-за этого до начала 70-х годов вопрос о том, чтобы именно КНР, который контролирует все-таки львиную долю китайской территории, было представлено в ООН, а не правительство Чанкаеши контролирует только Тайвань, вопрос практически не поднимался. И до начала 70-х годов и в ООН и в Совете Китай представлял именно правительство Чанкаеши. Что касается внутри китайского восприятия войны, то надо сказать, что Корейская война, пожалуй, отразилась в китайской народной памяти гораздо сильнее, по крайней мере, так казалось еще недавно, чем война с Японией. И вот то, что еще пару десятилетий назад, было в... Ну, не пару десятилетий, в 3-4 десятилетия назад, когда в каждой деревне был, значит, свой безногий ветеран, вот то, что у нас это было связано с Великой Отечественной войной, в Китае это были именно ветераны Корейской войны, потому что вовлеченность туда оказалась гораздо большей, чем в Гражданскую войну и войну с Японией, потому что там активно участвовали жители только некоторых регионов, а здесь был задействован весь Китай, и поэтому вот именно Корейские фронты стали такими народными фронтами для китайской послевоенной жизни, и большинство вот таких бывших военных были как раз корейским опытом. Естественно, это очень повлияло на антиамериканизм китайского коммунистического режима, который потом всегда, так сказать, легко доставался из-под спуда, если это было необходимо, потому что запущено это было именно во время в годы Корейской войны, когда шла непосредственно столкновение Китая с Америкой, и, наконец, вот этот китайский народный доброволец, это был образец всего лучшего идеала человека, который только может быть представлен, и в дальнейшем опять же вот этот пропагандистский персонаж, он активно использовался многие десятилетия после войны, таким образом, как ни странно, пожалуй, для такого мифа Корейская война оказалась даже важнее для Китайской народной республики, чем гораздо более долгие конфликты, которые были до того, именно потому, что Корейская война затронула практически каждую, если не, можно сказать, да, практически каждую китайскую семью, именно она стала вот такой отечественной войной, и тем обиднее, что это была война, в общем, совершенно для Китая неинтересная, в которой Китай решал абсолютно чужие проблемы кровью собственных солдат.